Здарова, народ! С вами Гальшаков. Сегодня у нас рубрика интервью. У нас в гостях Александр Хорошавин, разработчик, инди-разработчик. В стиме выпустил уже две игры. Третья игра получила финансирование от Unreal Engine. И мне кажется, это очень круто. При этом еще преподаватель в университете научит студентов. Чему конкретно давай ты учишь студентов? У меня там две дисциплины. Одна — это введение в разработку игр на Unreal Engine специфично, а другая — дисциплина — это основа геймдизайна. Ну и в целом я помимо преподавания занимаюсь полностью курированием. Я оценки ставлю, проверяю курсовый проект. Ну все же связано непосредственно с игровой частью, естественно, дисциплин. Слушай, насколько это важно в том плане, что ты постоянно варишься в этой всей движухе, сам теоретическую часть поднимаешь. Насколько это отражается на твоих проектах? То есть это полезно? Мне кажется, да. Особенно я вот дисциплину геймдизайна начал преподавать именно последний год. До этого я уже два года преподавал Unreal, и до этого еще давно-давно-давно я на курсах для школьников преподавал Unity. Это было не связано с университетской деятельностью. И когда я начал варять дисциплину по геймдизайну, как бы всякие такие многие банальные вещи в геймдизайне, не знаю, там, про темп, про там, флоу-геймплей, про геймфилы все эти, не знаю, про разнообразие механик, про там, что механики должны стыковаться, про системный геймдизайн. Все эти вещи, которые каждый разработчик, на самом деле, даже начинающий, если он более-менее адекватный, они как бы и так это все в голове, более-менее ты держишь. Потому что изначально все мы, как бы люди, кто приходят в разработку игр, они же наиграны уже на играх, и они более-менее представляют, что такое хорошая игра, что такое плохая игра, да? Но при этом, когда ты это просто, типа, знаешь, и такой, да я это знаю, сейчас сделаю нормальную игру, и когда ты это проговариваешь все и систематизируешь эти знания, как бы так, чтобы другие люди поняли это, да, вот как курс идет, там, полгода, да, чтобы студенты это примерно разобрали все это, ты начинаешь сам по-другому смотреть на некоторые вещи и использовать их без, ну, прямо вот конкретно прямо использовать, как какие-то приемы кинематографические. И это очень помогает, потому что время, которое раньше тратилось, просто там в голове что-то найти, подумать, как же там решить какую-то ту или иную геймдизайн-проблему, ты уже сразу так идешь, как, не знаю, как Шерлок Холмс, как этот Камбербич в сериале. Я правильно понял, что если ты опытный игрок в игры, то ты можешь поиграть в игру и понять, какая игра кайфовая, какая не очень. Но этого недостаточно, чтобы такую же кайфовую игру повторить, потому что не совсем понятно, что надо конкретно делать, чтобы игра была кайфовой. Да, ты свою игру играешь, она что-то не очень, да? Да, даже если получится частично что-то там воссоздать, все равно общей картины не получится увидеть, потому что всегда, как правило, там хороший геймдизайн состоит как бы из нескольких фундаментов, и если эти фундаменты изначально неправильно закладывают, например, что нужно определить правильную тему изначальной игры. Ну, если мы говорим, по крайней мере, не про обычный жанр адвенчур, не знаю, или просто больших консульных PC-игр, потому что с мобильными проектами всегда немножко другая история, свой есть тоже, свой геймдизайн, пласт. Вот, и если этот фундамент неправильно начать выкладывать, например, многие разработчики, начинающие сразу начинают думать, короче, чтобы была классная игра, надо придумать просто какую-то одну классную механику. И это такое фундаментальное заблуждение, потому что, как правило, такая одна супер-классная кора механика, она быстро выдыхается. Если ты не знаешь приемов, как ее усложнить, как ее развивать в течение процесса, и какой делать динамику, что, не знаю, в середине игры вас лишают этой механики, что это надо делать, чтобы там темп игры менялся. И многие начинающие разработчики по этому забывают, и на какую-то за одну вещь цепляются, которая им лично нравится, как правило, в играх, которые они играют сами. И в этом разница, да, конечно. Давай про игры. У тебя сейчас выпущено две игры. Algotica Iterations и Mechanism. Algotica Iteration вышла в 2017 году, у нее 131 отзыв, смешанные отзывы, да? Да, да, очень смешанные там, да. И Mechanism 102 отзыва. Но в целом по количеству отзывов игры, я так понимаю, достаточно успешные, если это говорить про соло-разработчика. Вот. Можешь в двух словах рассказать про эти игры, про их результаты? Ну, какую идею ты вкладывал? В общем, Algotica проект, по факту, да, это, можно сказать, мой первый такой коммерческий, когда я решил все прям делать, там, настоящую на Steam публиковаться, потому что до этого я, на самом деле, делал две мобильные игры, которые, можно сказать, осваивался с движком и ради прикола выкладывал на Google Play. Там они были без монетизации, без рекламы, так что их даже не... И они даже, они давно удалены, в общем, уже оттуда, потому что за неподписание, там, гугловских... Ну, в общем, всяких прав, там, обновление этих соглашений. Да, и Algotica изначально начиналась, как, на самом деле, дипломный проект в университете, у меня, где я учился. И отчасти это был не самый, скажем так, благоприятный первый коммерческий проект в том плане, что, несмотря на то, что я его делал как индюк, да, такой сам для себя, все решаю, изначально концепция игры была несколько другая, и та идея, в ней, которая заложена про обучение и программирование, она как бы такая обучающая, там, про алгоритмику, вот, такой пазл, пазлер. И вот эта обучающая часть, да, геймификация, так скажем, она была вложена с, как бы, как условия от университета, потому что я учился в педагогическом университете, и просто так на диплом нельзя было, типа, я сделал игру, там люди не понимали, естественно, ну, профессор там, особенно те, кто постарше возраста, для них игры, естественно, это игрушки, и никак не связаны с серьезным, там, чем-то IT вещами, в общем. И они как бы сказали, давай, ты либо делаешь игру про обучение чему-то, вот, либо мы не принимаем твой диплом. Я отчасти это повлиял на проект в том, в плане, что по факту я был как отчасти по заказу такое делал, то есть, и для меня это было, на тот момент не было для меня это ударом, потому что меня все очень сглаживало, всякие выставки, там, шоукейсы, я на многие джемы подавался до Салготика, она еще была в разработке, и во многих мероприятиях занимал, там, призовые места, и мне это как бы мотивацию давало, и, естественно, не забрасывало проект. Но в целом это повлияло сильно на финальный результат, то есть, потому что, как бы, немножко мой интерес, как бы, интерферировал, как бы, с интересами университета в этом плане, и не получилось мне сделать, как бы, так скажем, полностью игру, которую мне хотелось, а получалось сделать как надо, так бы я сказал, вот. Слушай, извиня, вот эти награды, которые игра получила, да, casual connect, она получила white nights, game jam, да, и девкам, там, да, вот, да, на канобу, это девкам. Ну, просто это вот как раз вот эта версия, или, ну, я, как сказать, то есть, на что люди шли, то есть, у тебя была, тут просто в комментариях, когда читал, в отзывах, да, писали странные вещи, что, типа, вот у тебя была какая-то игра, да, что вот она была офигенная, а потом ты выпустил какую-то обрезанную часть, и, типа, она не зашла. Там такая ситуация была, я слишком много, как бы, господи, не амбициозно, да, слишком амбициозно, так скажем, был, очень много на себя уверенности, самоуверенности взял и не подтянул, естественно. И просто про то, что версии, там принципиально не различаются геймплейно, там, то есть, в коре своем, там, в мелочах, да, но в коре нет. И разница там просто в том, что предыдущая версия была больше масштабнее, но она была забагованная так сильно, что в какой-то момент я понял, что у меня нет ни силы ее справлять, и даже не дешево всего я физически уже не могу справлять, потому что какие-то вещи начинаю забывать. То есть там, там, наверное, миллион строк кода было на весь проект, на самом деле. Там, там, что у меня получилось, опять же, из-за того, что это образовательная была игра, понимаешь, и там надо было писать команды, мне пришлось внутри самому писать, как бы, такой псевдокомпилятор и псевдоинтерпретатор, как бы, уже таких высокоуровневых команд, в духе, там, игрок пишет, прямо на столько-то клеток, вправо на столько-то клеток, и я писал штуку, которая итеративно проходит по этим командам, там, уже закругляться, зацикливаться. То есть, это было у меня задание повторить все языки программирования, фундаментальная основа, только еще более высокоуровневым языком программирования на шарпах это написать, и это привело к тому, что вот это ядро игры, вот механическое, оно такое было сильно замудренное, что геймплейно я не мог вывести уже многие элементы игры, и в какой-то момент, когда я сел исправлять игру, уже после релиза, я понял, что так много багов, и я понял, что я не вот тягиваю вообще ее, и мне так стало стыдно, что так много ошибок, а там в отзывах люди пишут, про баги, все такое, я решил, я просто с нуля ее перепишу, и та версия, что на стиме на самом деле, это версия переписанная с нуля, ну кроме там ассетов, само собой, моделек там всяких тех же самых, но код там чистый, просто новая версия зишка была открыта с пустого листа, я заново переписал все, и за где-то за 3-4 месяца просто игру пересобрал, сколько мог, как то, что можно было пересобрать, и я планировал на самом деле какие-то бесплатные аддоны выпускать, вот как бы доделать до того размера, до масштабности изначально оригинальной версии, но тоже понял, что я супер перегорел к этому проекту 50 раз за счет вот этих всех таких вот волн, так скажем, да, национальных качелей, что не могу просто потянуть, но по крайней мере, эта версия, что есть в стиме, она менее забагованная, но она сильно урезана по сравнению с той, что была изначально, но я и цену на нее снизил, то есть я отправил на переделание цены, там изначально с 10 долларов на 6 долларов, кажется, или если не на меньше, ну и в рублях он тоже уменьшился. Финансово, насколько это успешный проект? Финансово, слушай, она заработала что-то близко к, наверное, 20 тысячам, мне кажется, примерно так. Может быть, кстати, чуть-чуть больше, я на старые свои проекты даже не захожу, в стим смотреть, там то, что сейчас, само собой, сейчас через столько лет прибыли, там совсем маленькая, если капает месячная, но в целом, учитывая то, сколько было проблем на старте, сколько багов, я иногда даже, то есть это говорит от товарища, я просто бога благодарю за то, что там, это было не 100 баксов, ну там, как, знаешь, у некоторых людей бывает такое, там они в стим первую игру выпускают, и там просто ничего, и они сразу как бы разочаровываются, и уходят из этого рынка, не пытаясь заодно себе попробовать новую силу, я считаю, что нужно всегда пробовать, там не важно, сколько ты заработал, и, ну тут, то есть тут такая ситуация. Ты выпустил ее сразу на три платформы, насколько это повлияло на результат, там, ну в долях примерно можно? Ты имеешь в виду три платформы, что там Mac? Mac и Linux. А, ой, я примерно помню проценты, ну то есть это сумасшедшие низкие проценты, там, Linux, это может быть 3% от всех копий, если не 2%, и Mac, там 1%, если там не полпроцента, я, то есть, это больше всегда, когда кто-то делает, когда просит, часто на форумах появляется, допустим, игра Инди выходит, там пишут ребята, ну игроки, типа, блин, а на Mac выпусти по, ну, Build, как бы там, или на Linux, и, к сожалению, это почти вот всегда, это те единицы, которые и будут покупать, в общем-то, и тебе может показаться, что типа, блин, смотри, пишут, значит, наверное, там есть своя аудитория, но нет, это просто такие уникальные одиночки, которые просто привыкли к тому, что про них забывают, а они пишут, ну сколько я не смотрел, то есть, это прибыль, ну типа, это лишнее время работы, сейчас, конечно, легко с движками современно, почти, если там не какой-то супер навороченный проект, то это просто другую кнопку, перенажать там в движке, там сделать Build не под Windows, да, под Linux, какие-то особенности будут, конечно, всякие косяки бывают, вот, но я бы сказал, что это не настолько приоритетно должна быть задача сейчас для всех современных разработчиков, там делать, это можно сделать, будет потом, давайте, мой совет такой всегда, вообще, связан со всеми любыми портами, может быть, даже с платформами, хотя, может, тут с платформами даже я сам с собой могу поспорить, но в целом, если говорить про Linux и Mac, давайте вы увидите сначала, что у вас игра прям, умеренно хайпуется, по меркам Инди, да, и вот тогда можно делать, сразу вот это париться не нужно, потому что придется баги исправить в разных местах, иногда они могут быть слегка уникальными для платформ, это просто ваши лишние силы будет отнимать, ради одной лишней покупки, грубо говоря, зачем это делать? Смотри, игра, реально получилась красивой, да, несмотря на то, что это первая игра, ну, то есть, по каким образом это вышло, то есть, это особенность того, что ты Unreal Engine использовал, или все-таки какое-то... Нет, смотри, смотри, нет, у меня первые два проекта это Unity, это Unity были первые два проекта, я Unreal Engine, только вот этот третий делаю, да, вот оно что, вот, и по поводу красоты, слушай, тяжело сказать, для меня еще это первый проект был, где я 3D использовал, то есть, я моделировать не умел, мне дают мобильные игры, само собой, ну, рискнул, я прям помню, это было 1 февраля 2016, наверное, года, ой, 1 февраля, 1 января, то, что это было после Нового года, я прям проснулся такой, буду делать алготику, вот, и я просто нагуглил в YouTube, там, как сделать в лоу-поле камень, и как классика, там, какой-то индус был, и он показывал это, и я подумал, блин, так просто, и, не знаю, я просто очень любил все моделирование, вот, именно стилизации, то есть, не просто там, каких-то PR-моделей крутые, да, да, я, у меня это такая фишка, чисто, изначально она была, мы про это подальше поговорим, наверное, про соло-разработку в целом, но да, ну да, у меня так закрутилось, и в какой-то момент это стало таким, одним из кредо моих, что я буду просто по минимуму, по минимуму стараться использовать любые ассеты, и это касалось, касалось, естественно, там уже и моделей, и текстуры, и музыки, там, и все на свете, вот. Круто, круто. То есть, никакого специального обучения ты не проходил, ты просто смотрел видосики на ютубе, условно повторял, выкручивал, там, смотрел еще раз, то есть, несколько итераций проводил, и приводил картинку в порядок. Именно так, именно так. Ну, это очень круто, просто мне кажется, что не у всех людей есть внутреннее чувство вкуса, да, чтобы правильно в итоге привести картинку вот к правильному виду, и тут, конечно, у тебя, видишь, уникально наметан, видимо, глаз, потому что, ну, реально контрастная картинка, красивая, ну, визуально очень приятно смотреть. Что делать, если этого вкуса нет? Слушай, мне кажется, на самом деле, ты правильно все говоришь, но вкус, он тоже вырабатывается, и он вырабатывается практикой, но простые упражнения, как, по крайней мере, я вот сейчас выбираю ста в софлоте, я считаю, что в софлоте у меня самые там идеально гармоничные, подобранные ста, но, опять же, это бывает, приводит к тому, что я там сижу, и один кадр, то есть, могу там три часа материалы менять, пока я не пойму, что вот сейчас то самое, и так что это тоже, я бы советовал такое упражнение, ну, вот вы делаете свой проект какой-то, да и не важно, 2D, 3D, в общем-то, и просто садитесь, и крутите цвета до тех пор, пока вас не щелкнет, и если вы не понимаете, в какую сторону крутить цвета, ну, всякие-то цветовые круги существуют, хотя я ими в жизни, то есть, старался не пользоваться никогда, меня вообще это отвлекало даже больше, то есть, ну, можно там набрать, не знаю, color, color scheme, онлайн какой-нибудь, и просто попикать там цвета, если вы видите, что ваши цвета, которые вы на глаз заметили, ну, расставили, там, более-менее совпадают с тем, что вам сайт предлагает, значит, вы движетесь в нужное настроение, ну, то есть, это просто практика, на самом деле, сейчас я уже даже ради прикола, бывает, я вот когда ставлю какую-нибудь сцену, я настраиваю цвета, определенные, как правило, там, не больше трех-четырех каких-то основных, в этом все есть микроприемы, которые я могу тоже, в общем-то, рассказать, но я хочу проверить, насколько удачно получилось, подобрать, я захожу на сайт, и почти всегда у меня совпадает просто с этими, со схемами цветовыми, просто онлайновыми, ну, которые я беру. Ну, ты это прям системно делаешь, то есть, ты там поработал-поработал, сел, проверил, или это там... Сейчас, сейчас, нет, сейчас, естественно, само собой, у меня уже на стадии, так скажем, типа, пре-продакшн, то есть, когда я сажусь делать там уровень, environment design, я уже в голове имею примерную картинку, мне не приходится там пикать, в некоторых вот уникальных моментах, особенно, когда там арена с боссом, и там много деталей, я понимаю, что игрок будет на многом застрять внимание, тут надо прям постараться, я могу на эту часть его какого-то уровня, этого камеру поставить, и поработать, действительно, посидеть, попикать разные цвета, но в целом, сейчас уже, конечно, на работу на алк, я просто так, ну, почти, достаточно быстро подбирая нужные цвета, вот. Насколько, в твоем понимании, нормально взять референс, какую-то игру референс, и просто копировать цвета, ну, то есть, вот цвета, стиль, насколько это нормально? Тут нужно тоже еще понимать, нет, во-первых, ничего плохого в принципе в референсах, это связано вообще там и с геймдизайном, и с артом, да с чем угодно, на самом деле, более того, есть классный, есть ютубер, зарубежный, Итан Бейкер, он работал и в Пиксаре, и во многих там, короче, огромных студиях, на высоких очень должностях, он аниматор и 2D-шник, он именно артист, то есть, он рисует такие арты, и у него есть классные, там, несколько видосов, можно сказать, серия видео, про то, как правильно себя, как правильно профессионально расти в художественном плане, даже не важно, это касается вы там художник или вы геймдизайнер, и вы хотите красиво там локацию поставить, не знаю, вот, и он всегда говорит, то есть, всегда надо начинать с референсов, на самом деле, просто самый классический способ, вы берете 3-5 референсов, допустим, в случае игр, игр, где вам нравится визуал, ставите их всех рядом, или вы долго на них смотрите, чтобы запомнить, смотрите, подмечаете какие-то основные элементы, почему именно, что вам нравится в этих играх, да, вот именно в визуале, и просто берете, совмещаете, либо как-то их там перехешируете, и добавляете своего флера, то есть, переориентируете вот этот визуал на вашу тему, допустим, я там в софлосе тема это морской мир, это рыба, религиозность, и я вот как бы какие-то другие элементы я могу там брать из игры, может быть, я не знаю, посвященных там футуризму, там, я не знаю, или киберпанку, если я вижу там какие-то прикольные элементы, я могу перепроецировать на свои, нет, даже и другое, референсы хороши тем, что если вы будете делать большую часть вашей игры по референсам, то есть, каких-то совмещать вещей, то есть, все почти референсы это определенные мономифы, как в духе там, желтый цвет привлекает, там, синий успокаивает, красный раздражает, все, что темно-фиолетовое, вообще кажется врагом и неестественным, это как там, не знаю, веном, это жижа в зельде, даже в софлосе это использует фиолетовый цвет, просто потому, что людьми это изначально воспринимается так, и тут нет ничего плохого, чтобы тоже сделать что-то, что-то у вас, что у вас опасность, как бы для игрока подразумевать там, черно-фиолетового цвета, чтобы оно как веном было, какой-нибудь, ну, потому что это изначально фундаментально во всех зонах заложено. Чтобы в глаза бросалось, ты имеешь в виду, контрастировалось. Контрастировало, да, и игрок изначально сразу поймет, допустим, что это что-то опасное, я не буду к этому подходить, там, что-то желтое, это направляющие идет, там, зеленое, само собой успокаивающее. то есть, какие-то вещи, их нужно использовать, потому что вы упростите себе геймдизайн, и на вашу игру никто не будет писать в духе, ой, я не понял, что это такое было, если они не те будут цвета использовать какие-то слишком, или стиль в целом. Закончил ты первую игру, да, получил там определенный опыт, деньги и там какие-то награды, и, ну, достаточно серьезные, да, там, и гран-приз у тебя был, вот, это прикольно. После этого, ну, я так понял, ты был измотан, как ты перешел от игры механизм? Да, вообще, измотан я был действительно сильный, я даже помню день релиза, вот, именно о готике, я еще договорился с товарищами, там, в бар сходить вечером, там, просто вдохнуть, наконец-то, по-нормальному, там, и, ну, я помню, я зарелизил игру, и я просто лег на кровать и просто рыдал, потому что я такой, типа, господи, наконец-то, наконец-то это все, конечно, это ошибка любого разработчика, думать, что на релизе, это все, это не все, потому что считается, в ближайшие два месяца, это просто, ты сутками напролет сидишь и исправляешь все, да, до этого я еще не знал, но достаточно быстро, уже, естественно, под конец разработки алготики, как, опять же, у всех разработчиков, это нормально, у творческих, в принципе, людей, мне начинали, как бы, в голову лезть всякие идеи о том, что я хочу что-то еще делать дальше, и так далее, мне даже было уже, мне было, в принципе, плевать там, что там за результат будет, какой игры там, насколько она там вообще реально провалится или не провалится, или будет окей, и идея механизма родилась достаточно, ну, как на самом деле все мои идеи, она родилась не то, что спонтанно, но она родилась от персонажа, я все свои проекты делаю, как ни странно, от дизайна главного героя, она пришла на это месяца через три после алготики, и за эти три месяца я делал много прототипов, на самом деле, и пытался как раз-таки, как, опять же, тоже многие начинающие разработчики, или там, разработчики, прямо у нас склада ума, пытался делать что-то связанное с механиками, то есть я всякие там делал прототипчики, где были интересные какие-то механики, там, я помню, сделал какой-то прототип с расширенкой, и был прототип похожий, но очень на Монкас, который сейчас супер, да, популярный, и мне все это не нравилось, все как-то не прикладывалось, и я просто помню, что я сидел в блокноте, рисовал персонажиков, и нарисовал просто роботика маленького, и у меня было здесь, что он весь ржавый, весь побитый, как бы весь грязный какой-то, но при этом такой жалостливый, и у меня просто сразу идея игры родилась прям сразу из этого, и из этого меня прям вдохновило, потому что всегда, то есть многие образы могут нравиться тебе как там человеку творческому, когда ты их так разрабатываешь, но вот это вдохновение редко, на самом деле, когда появляется, когда ты прям зажигаешься каким-то образом, для меня так это и сложилось, и достаточно быстро, естественно, я понял, что я хочу делать просто адвенчуру, потому что мне, в принципе, нравятся адвенчурные игры, такие story driven. В плане каких-то основных механик, они не все сразу пришли, постепенно приходили, ну, в плане дизайна, как всегда, у меня персонаж родил весь дизайн мира, что это ржавый мир, и весь он там умирает, и это как бы такой стимпанк, непонятно про роботов, которые то ли живые, то ли неживые. Единственное, что мне всегда было важно, и это на всех моих проектах, мне очень нравится экспериментировать с графикой, и со стилями именно чисто, так скажем, технически визуальными стилями, и в этот раз я решил, типа, это будет не чистая стилизация, не чистый минимализм, это что-то будет по другой атмосфере, то есть я там уже использовал, там, грубо говоря, разные текстурные карты, да, там и нормамапы, и бамп-мапы, и все такое, и графика уже стала такая более, более классическая в этом плане, более PBR-ная, что ли. Вот, и так все закрутилось, и механизм я делал примерно 11-12 месяцев, мне кажется. Ну, просто достаточно быстро относительно, я так понимаю, первого проекта. Ну, первый проект я делал 13-14 месяцев, мне кажется. То есть со всеми переделками не намного больше все равно получилось? Нет, это без переделок, без переделок, это чисто с переделками, то есть, потому что, на самом деле, я алготику переделывал уже во время того, когда я делал механизм. То есть, и мне бывало, я отвлекался от проекта, я такой, типа, я хочу переделать алготику. И, в общем, так и получилось. Мне кажется, переделанная версия алготики вышла там спустя там полтора месяца после переделанной версии, ну, господи, после релиза механизма. То есть, ты сначала выпустил алготику, она уже начала продаваться, ты начал получать негативные отзывы, и ты переделал... Я исправлял по максимуму баги, как мог, и в какой-то момент я понял, что некоторые баги я даже не могу исправить уже, просто потому, что надо переписывать всю игру с алготикой. И это я пришел к этому уже, в общем-то, когда я механизм доделал, я понял, надо вернуться, типа, нельзя бросать людей. То есть, опять, я знаю, что там многие люди там, может быть, разочаровать меня, особенно там среди игроков, которые прям непосредственно следили тогда, еще в те времена, там, с разработкой. Там, и, может быть, лично со мной общалась, там, ВКонтакте, например. И мне было супер стыдно. Как бы мне сейчас стыдно. Но я уже не могу просто каким-то вещам вернуться и делать просто потому, что, ну, не знаю, я открою там проект, я блю вану просто на стол. Ну, потому что у меня уже все. Это пройден этап, и я был там зеленым. И надо, тут тоже важно понимать, я всегда тоже студентам говорю, если вы пускаете игру и видите там, что она как-то не оправдывает ваши ожидания в каком-то там, по какой-то, по какому-то из пунктов, там, прибыль, там, отзывы игроков, что там она плохая, там, какие-то, может, техническая сторона, вы понимаете, что вы не доделали все как надо. Я вот не вижу смысла, если вы только начинаете, особенно если там это ваш, если это ваш не десятый, блин, проект, так скажем, да, я не вижу смысла очень сильно застаиваться, заостряться, особенно если эта игра не берет там, да, манну небесную. Нужно лучше делать следующий проект с новыми знаниями, с чистого листа, со знанием своих ошибок. И так, ну, потому что так, это более быстрый способ просто прогрессирования лично как разработчика. Если постоянно сидеть на дном проекте, там, постоянно его переделать, или даже если у меня нет багов, ну, постоянно там делать DLC, DLC, если вы видите, что он там, он уже, если не было хайпа, так вот, да, вот, что называется, да, изначально не было взрыва, как бы, информационного, то я считаю, лучше начать делать следующий проект просто и расти дальше. И для меня это было самым положительным, большим, как бы, моментом в том, что когда механизм вышел, там, у него обзоры тоже сначала были нормальные, потом начали опускаться вот до смешанных, хотя там рейтинг общий выше все равно, чем на Готике существенно, процентов на 15, мне кажется. И для меня это было, как бы, опять анализируя там отзывы, да, то есть важно тоже, у кого отзывы считаешь, это отдельная наука, там надо четко понимать, там, у игрока там, это было, он, не понравилась игра скорее потому, что у него технические были проблемы, или ему не понравился геймдизайн, как бы, вот так надо тоже себя очень оценивать важно. И я начал замечать, что там как раз очень тоже много проблем по технической части, но при этом встречаются всякие вещи, духи, блин, ну я вижу же там в игре какая-то суперкрутая идея, я хочу, но не могу, как бы, да, потому что там какой-то у него баг. И меня это радует в целом, учитывая, что рейтинг был слегка повыше, я такой как бы для себя понял, окей, значит, какие-то вещи я усвоил хотя бы, и там, допустим, вырос каких-то там аспектов по геймдизайну и так далее, да, вот. И понял, что с механизмом, на самом деле, была на релизе главная ошибка в том, что надо было зарезервировать еще месяц-два на полировку проекта и на техническую. Вот это очень не хватило. Опять же, это было связано с тем, что на тот момент, на тот возраст, сколько мне там было, 20... 22, в общем, где-то, наверное, года, да? 21-22. Я почему-то, я уже уставал от него, я очень торопился. И мне почему-то... Не мог себе позволить лишние два месяца сидеть с этим проектом, хотя надо было сейчас бы. Если бы я сейчас вернулся, я бы посидел два месяца лишних. То есть... Давай про финансовые результаты. Как механизм продался, какая выручка? Ну, он продался примерно, почти ровно в два раза лучше. Ну, по всем проблемам, и по выручке, и по количеству копий. Несмотря на то, что на него отзывов меньше, ну, вот так вот странно, да? То есть, на самом деле, аналитика по отзывам, вот те, которые в последней статье есть, ты знаешь, там... Ну, там есть всякие, да, пропорции, в общем, формулы, типа, как умножить на количество копий, там, какие соотношения. Они, в принципе, на самом деле, в большинстве случаев работают. Это правдиво. Более-менее. Потому что я смотрю тоже, естественно, не только по своим, а по товарищам, там, с кем общаюсь. Более-менее прослеживается. Но все равно до определенного масштаба, там, до наличия 500 отзывов корреляция слишком сильная. И вот, как, например, у меня с алгостикой, с механизмом, да? Там на одной игре отзывов больше, там, на, допустим, на 30, да? И она обралась в два раза хуже, по факту, чем та игра, которая меньше отзывов. То есть, так вот это же... Может быть, еще связано, связано, может быть, с характером проекта, потому что алгостикой — это такая более радостная, просто какая-то адвенчурка, там, в светлых тонах, да? Минималистичная. А механизм — это, там, депрессивная игра про разрушение ржавчину, не знаю, про грязь, все такое. Ну, смотри, в два раза лучше. То есть, выручка какая получилась в итоге? Ну, вот где-то около 40, мне кажется. 40, да? Но при этом средний чек у нее все равно выше. То есть, она 300 рублей стоит. В долларах сколько получается? Табла 6? Табла 6, да. На релизе это было 15, но я тоже ее снизил. То есть, во многих странах до что-то то ли 11, то ли 12, либо 10, либо, мне кажется, даже 10, возможно, уже сейчас. То есть, я вообще на своих проектах всегда стараюсь снижать, потому что я в какой-то момент, естественно, я переоцениваю свои, то, что я сделал, я начинаю думать, не, эта работа точно не стоила 15 долларов, как игра, как законченный продукт, поэтому я снижаю. То есть, у меня нет такого высокомерия типа, ой, все, я сделал, значит, никто не поменяет цену, покупайте, там, мою хрень, да? То есть, не, я очень лояльен в этом плане. Если я вижу, что прошел год, я не вижу причин взять и снизить там для игроков цену. Смотри, у тебя игра тоже была номинирована, да, на лучшую графику на White Nights. Насколько это прям целенаправленно у тебя такая работа была по ней? Да, я вообще скажу так, смотрите. Опять же, этот вопрос очень привяжется к понятию соло-разработки, там, да. Я очень быстро понял, пообщавшись на первом Дивгаме, когда это было, когда я только алготику разрабатывал там буквально 2-3 месяца, как раз получил этот гран-при, то есть через 3 месяца после разработки. И я, пообщавшись с разными людьми, я быстро просек, как бы, основные... В общем, я быстро просек тот путь, который я для себя... Который меня приведет к более-менее, там, какому-то результату, да. И мне кажется, я до сих пор так и считаю, там, какие-то вещи у меня изменились, но в целом я согласен с этим до сих пор, что нужно строить из себя имиджевую личность и постоянно показывать свои проекты и себя на таких, как раз таки, мероприятиях, где, в общем-то, ну, профессиональные контакты находятся. Там, не знаю, в том числе, там, всякие жюри, там, разные и так далее. И, собственно, мне до сих пор это помогает. То есть я за все эти выставки просто столько там связей набрал, которые мне, в общем-то, и помогали всегда, там, я не знаю, и морально, так скажем, там, вот, и, не знаю, там, и всякими там теми же, там, билетами на другие какие-то мероприятия. Или, там, приглашай провести какую-нибудь лекцию в каких-то более локальных там местах, вот, в каких-то событиях. Так что я достаточно следоправленно ездил на все выставки и подавался на ворцы, и, там, хотел побеждать, и все в таком духе. Ну, то есть цель была получить для себя контакты и просто какие-то случайные связи, условно, да? Или все-таки ты хотел получить какие-то ачивки, которые помогут конверсию игры увеличить? Ну, ачивки хотелось... Нет, я, знаете, если совсем честно говорить, знаете, я говорю, знаешь, если честно говорить, ачивки я хотел получить просто потому, что, может, это какие-то личностные, там, не знаю, проблемы были, и мне хотелось самому себе, там, доказать, не знаю, или, там, доказать родителям. Потому что на тот момент у меня родители долго достаточно принимали игры, то есть они считают, что тоже это очень долгий путь, и, типа, в нем деньги появляются только, там, через сто лет работы, так скажем, да? Сейчас уже не так, и сейчас они меня супер поддерживают, за что, там, я супер рад, как бы, во всех вопросах. Сейчас они понимают, они, там, постоянно, там, может, папа, там, спрашивают, что там за механика, там, что там, какая там идея, в общем, они интересуются по-настоящему искренне. Но тогда этого не было, и для меня это было такое, ну, то есть я это доказывал сам себе, что я же что-то стою, и что мои творения чего-то стоят, и, там, своим родным, например. Так что, но по поводу конверсии, я могу сказать, ой, да никогда это практически не конвертируется. Конвертируется, смотрите, тут все очень просто. По-настоящему продажи, или, там, виш-листы, или, там, ну, такое какое-то нормальное внимание к настоящей покупной аудитории конвертируется только на, либо это крупные западные выставки, там, всякие вот эти Gamescom, да, или как они там называются, которые в Европе проводятся, ну, там уж, тем более, Е3. Так вот, то есть, с таких вот, по крайней мере, тех выставок, на которых я был, конверсии, я бы не сказал, что сильно увеличить. Но все равно, СНГ выставки классные, но они очень имеют сильную бизнес-направленность, и, как таковые, там, даже награды, они не на слуху. Очень важны и очень будут полезны для вас, как для, если вы хотите искать конечного покупателя, конверсию в виш-листы, в продажи. Это выставки, типа, вот, Gamescom, если я правильно не ошибаюсь, там, тем более, Е3, я уж там молчу, там, GDC. То есть, это западные выставки. Почему? Потому что они, как правило, потом готовят, после выставки заканчиваются, они готовят сет видосов на YouTube, там, с трейлерами, там, и они в издания рассылают. Как правило, там уже присутствуют все большие геймдев-издания, которые там мониторят все игры и так далее. То есть, это действительно может быть такое. То есть, и там это полезно. Ты не пробовал туда попасть? Нет, как-то так странным образом. Я даже не пытался, потому что всегда для меня была проблема, типа, ой, тратить деньги на билеты непосредственно, ну, там, да, там, доехать, там, да, до Германии куда-нибудь, там, во Франкфурте, кажется, было так, Gamescom или типа того. Мне почему-то было лень, что, типа, ехать, там, визы какие-нибудь делать. В общем, на тот момент. И что еще, как бы, полезно по поводу наград? Опять же, если это какие-то известные культурные и искусствоведческие награды, типа, там, вот, Бафта, что-нибудь еще. Вот все, что получают, всякие Джорни, Инсайды, Лимба, в общем, там, Эдит Финь. Как бы подчеркивание особенностей игры, да? Да, потому что она как бы, да, когда награды, которые посвящены непосредственно таким вот прям, так скажем, которые оценят игры как искусство, они конвертируются действительно просто потому, что за счет вот таких наград, в принципе, о вашей игре начнут, там, писать, там, и Таймс, и так далее, в каком-то, ну, какой-то, там, пусть, там, Таймс напишет маленькую колонку, там, какую-нибудь, вообще, там, два предложения, но о вашей игре узнают совсем вообще люди, которые, там, не связаны с... Может, там, клавиатуру-то не держать, как-нибудь бабушка там старая будет, но вот это информационное поле, оно очень важно, и такие большие награды это дают, вот, а так что то, что у меня было, это было таким, это приятным, бонусом, и про это никто нас знает, там, в профессиональном кругу все, там, и в какой-то момент, там, начинали даже, я помню, там, был момент на White Nights, когда за алготику мне давали, сначала лучший геймдизайн дали, а потом я сажусь, и мне опять дают следующую награду, там, выбор Амазона, и я прям вижу там некоторые чуваки, мои ребята знакомы, типа, бляха-муха, опять ты, Санек, типа, какого хрена ты уже задолбал, и уже вот такая, была культурная такая штука, что, типа, Санек хорошен где не участвует, везде все занимает, так было и с игроманией, помню, Азамат тоже мне пишет, какого фига, почему ты мне, почему ты везде, короче, так что это такое, ну, опять же, про это знают, там, только ребята, там, знакомые, там, друзья мои, и те, кто в геймдзе непосредственно вертится, обычный игрок, он посмотрит, и он такой, что за White Nights, что-то это, что-то белая ночь, и что это значит? Не, ну, все равно, знаешь, либо игра вообще no-name, либо какой-то White Nights выиграл, и такой ты думаешь, ну, может, что-то надо посмотреть внимательнее. Ну, да, 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 тут, наверное, уже зависит конкретно темперамент конкретного покупателя, есть разные люди, есть, которые, как бы, ориентируются на что-то такое, есть, которым пофиг вообще, смотрят на скриншот, смотрят на геймплей их, не их, и все. Смотри, 40 тысяч долларов выручка, да, там, чистыми, это сколько получается, там, условно? Ну, как классический, минус 30, тема, там, минус всякие вот эти, там, возвраты еще, да, налоги на Google, минус, там, возвраты, ну, так можно, я не знаю, 35-40, наверное, все равно будет выходить, на самом деле. Ну, подожди, 40 тысяч – это общая выручка, насколько я понимаю. Да, 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 я говорю, я минус 35, 40 процентов, я имею в виду, со всеми, если я считаю. А, ну, это примерно 12 тысяч, то есть 28 где-то, там, плюс-минус 25, короче, да, чистый. Да, да, да. Когда ты, вот, ну, вторая игра так продалась, ты почувствовал, что, ну, в смысле, что это уже определенный успех, да, что ты правильно движешься, что надо делать. На релизе, понял твой вопрос, на релизе нет, на самом деле. На релизе я достаточно сильно разочаровался, и, опять же, это разочарование прошло достаточно быстро, когда я понял, что я опять допустил ту же ошибку, что с алготик, и только механизм, в плане геймдизайна, я делал, как хотел, даже, может быть, слишком, там, много каких-то личных вещей было вложено, я, блин, сейчас третью игру так не делаю, стараюсь избегать многих личных вещей, просто стараюсь сделать какую-нибудь, там, интересную. Но тогда я быстро понял, что я опять на те же грабы наступил в плане техническом. Я опять какие-то вещи недотестил, либо взял, сделал слишком амбициозным, какую-нибудь сложную систему написал, которая, на самом деле, не работает как надо, и все в таком духе. И это меня вот сильно подкашивало. И тогда я рассчитывал, что будет больше, ну, там, хотя бы, там, так скажем, будет, там, не 40 суммарно, а хотя бы 60. Так скажем, 60, это было бы для меня так положительно-удовлетворительно. 40, там, это для меня, ну, типа факап в каком-то плане, типа, я виноват сам в этом. То есть могло быть больше, но я сам виноват. Вот такое у меня было отношение. То есть было немного больно, да, после всего этого? Ну, да, 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 можно так сказать, конечно. Вот. И я в тот момент как бы даже такая была, ну, это не депрессия, именно творческий такой простой, в том плане, что я резко понял, что я точно буду делать следующую игру, это все равно, это, опять же, не 100 баксов, я понял, что, я, опять же, сравниваю стоимость, да, ну, точнее, заработок, я смотрю, что больше, чем на первой игре. Логично подумать, что следующая игра будет лучше, и она будет больше, чем эта игра, да, и нет никаких причин, чтобы останавливаться тут. К тому же, опять же, все те контакты, которые я набрал, мне очень помогали, я очень быстро начал, уже во время разработки механизма, там, у меня были всякие фриланс-заказы на огромные суммы, просто потому что иногда когда люди обращались, нам нужно сделать графику в игру такую же, как у тебя, просто, и за это платили, там, или там, в какой-то неигровой даже проект, нам нужно такие же модельки, как у тебя, сделай, но мы не понимаем, там. Я очень быстро там на всякие фриланс-заказы брал в духе там на должности арт-директора, вообще там какие-то проекты, чисто такие там по несколько месяцев. Вот, и это все, конечно... А правданно было на них отвлекаться? Я сейчас считаю, что да, потому что, опять же, само по себе это все рождает определенный сарафан на радио, и кто знает, когда будет такой период, когда это пригодится, и, собственно, до сих пор. Я не жалею, я считаю, что было правданно, да. С многими ребятами, потому что я потом как бы и даже дружил и общался, они были, то есть это не просто были профессиональные контакты, были какие-то дружественные, я вообще ни о чем не жалею. Вот. То есть, оглядываясь назад, вот ты сделал две игры. Обе игры ты сделал в соло-разработчике, да, то есть ты, я правильно понимаю, всю графику, все, то есть Никита Касов... Да, и музыку, да. И музыку тоже сам делал. Да, да. Насколько это было оправданно? То есть вот ты каждую игру делал, и я так понимаю, ты прям уставал в конце, да, то есть у тебя силы заканчивались, ты был истощен, и не хотелось... Ну, как бы какой-то кризис, да, определенный, там, в каком-то депрессии какой-то приходил. Да, да. То есть не проще ли было найти себе кого-то в помощнике, там, разделить долю, либо там какие-то деньги выделить и работать в небольшой команде? Да, сейчас объясню. То есть у меня как бы то, какое я сейчас и какая у меня к этому отношение, позиция, все равно так можно сказать, что на 85% я считаю, что я хочу работать один, и мне комфортно так сейчас, на настоящий момент. Тогда у меня было 110% уверенности в этом. То есть можно увидеть некоторую тенденцию. Но опять же, сейчас объясню, почему я не просто у меня было такое, типа ЧСВ какое-то, что я сейчас самый крутой, сам знает, что я тут делаю, да. У меня уже тогда было достаточно понимания быстро, потому что, опять же, смотрим, другие инди-команды небольшие, что время, которое тратится на коммуникацию, это все равно занимает, в общем, и силы, и время, оно тратится вот разработки. И если у вас там два человека, еще окей, более-менее. Три человека уже посложнее, потому что вам нужно обсуждать постоянно ваш проект, понимать, что вы делаете. И вот это время на вот эти разговорчики и на вот этот эмоциональный вампиризм между друг другом, оно тоже тратит и силы в том числе. И если, опять же, и у меня тут такая, ты спрашиваешь вопрос, там, что если бы я там делал как бы в команде, может быть, я не так бы сильно уставал по релизу проекта, да. Мне кажется, я бы так же уставал, потому что тут вопрос не в том, что ты делаешь один или ты там делаешь в десятером. Если ты горишь проектом, и ты в него там охеренно вкладываешься там всеми своими фибрами, да, то ты и так, и так будешь выгоревший, будешь страдать первые месяцы после релиза в том плане, потому что просто для тебя уже, ну, эмоциональный стресс идет сильный, там, и просто и физически, и физиологически, в общем, все на свете. И я даже пытался, то есть, когда я делал механизм, я хотел сделать отдельный сайт-проект, очень быстренький, там, в Early Access, я хотел сделать градостроительный симулятор, ну, такой вот, как, знаешь, такой есть, сейчас есть такой очень рано, как бы казуальный градостроительный симулятор, много таких красивых игр. Вот, и у меня был один товарищ хороший, Данил, он, как бы, с ним до сих пор мы хорошие контакты поддерживаем, он очень классный художник, он во всех там, не только диджитал-художник, он там и квартиры дизайнит, и классный чувак, просто супермастерский. И он настолько хороший, тогда было, как бы, мы с ним отношения поддерживали, потому что он тоже там преподавал в той же школе, где и я, там, я имею в школе онлайн, не онлайн-курсы, это были очные курсы, но это не школа государственная, я, насколько я сказал, выразился, и ему так нравилось то, что я делал, и он мне постоянно говорил, Санек, типа, если там нужна помощь, я тебе помогу там с модельками, вообще бесплатно, типа, все. И в какой-то момент мы начали с ним там встретиться, тоже там, да, пиво, сидим, пьем, и обсуждаем вот как раз этот проект. Я сказал про градостроительный симулятор, и он заинтересовался так, и мы решили попробовать сделать вместе, хотя бы попробовать начать работу. На самом деле, мы там быстро переключились с градостроительного симулятора на одну 2D-шную игру, потому что я понял, что Данил очень хорошо делает 2D, и мы где-то в течение месяца, наверное, делали проект Lynx, он даже группа ВКонтакте еще существует, на самом деле. Там такая 2D-платформер, типа Ори, только про рыську, рысь-викинг. Кстати, много, какие-то темы, какие-то эмоциональные оттенки в итоге перекочевали в self-loss, на самом деле, потом. Но суть в том, что когда мы работали, он суперклассно, Данил, выполнял свою работу, там, вообще там, это вообще, это мечта, представляете, это вы получаете художника, который топовый, и который бесплатный, и который просто готов, он даже не спрашивал, мне даже стрёмно до сих пор, я ему постоянно об этом говорю, он даже не спрашивал про проценты, как мы делить, что будем. Он такой, не, просто делаем, все. Но в какой-то момент я понял, что Данил, допустим, рисует дерево или какой-то элемент окружения, там, куст 2D-шный, и он рисует вот так хорошо за вечер просто триплэйк качественно, на уровне, ну, не Ори, чуть поменьше, но очень хорошо для одного человека тоже. И я понимал в какой-то момент, блин, я тоже хочу нарисовать этот куст. Почему-то. Вот у меня такое было чисто творческое, не самовлюбленное, а просто, типа, я хочу тоже это прочувствовать, эти кусты. И я мог нарисовать, начать тоже помогать им рисовать какие-то арты. Я понимал, что какой-то хороший, там, элемент графики он рисует, там, за вечер, а я, допустим, там, за три дня или за неделю. Ну, примерно, на самом деле, на таком же, если я силы предлагаю, на похожем уровне. Вот. Но за дольше намного срок, естественно. И в какой-то момент я, как будто эта часть, как-то я задумался, типа, вот, а мне что важно в играх? Что я просто что-то сделал, там, и выпустил, и в это играют? Или мне тоже очень важен сам процесс, и я получаю реально эндорфин от того, что я просто сижу, это сам делаю? И вот я пришел к тому, что, действительно, когда я делал вот с Данилом, я к этому проекту начал очень быстро остывать. То есть я понимал, что он не мой, а он наш. И мне это, как бы, для меня это неправильное слово не раздражало, а именно я просто остывал к этому, как бы, перестал его любить. Я не знаю, это как одна жена на двоих была бы, вот представь. Вот я такие же эмоции начинал испытывать. И, ну, мы разошлись на Мирнике, как бы, конечно, хотя до сих пор считаю, что, типа, блин, Данил супертоповый, время тренингства не встречаюсь. Каждый раз извиняюсь, потому что человек там трудился. Я говорю, Данил, господи, извини меня, я на колени к тебе это в мое прощение, что ты потратил твое время, а сам потом психанул и пошел дальше делать механизм, потому что всегда об этом говорю, чтобы совесть была чистая. Вот так вот. Но сейчас... Но все-таки у тебя есть вот эти вот 15% неуверенности, они к чему относятся? Потому что Данил все-таки делал там в три раза быстрее, чем ты, и при этом качество было там высокое. Да, ты говоришь, что ты там намного больше или на это тратил? Просто когда, ну, наверное, тоже взросление тоже влияет все равно. То есть несколько лет прошло с выхода механизма. И сейчас как бы такая ситуация. Я софлос почти два с половиной года делал один полностью, тоже опять же в соло. Потом познакомился с девушкой, с которой мы сейчас вместе, в общем, работаем проектом. И над софлосом, и над Мору, это второй проект, это ее проект. И она, Рита, она хорошо очень моделит, и она хорошо быстро, она быстро понимает, когда я говорю, что-то касательно концепта персонажей. И вот в случае с персонажами для меня это, наверное, самая тяжелая работа. Ну, это для многих людей, само собой. Моделировать персонажей это одна из самых тяжелых, как бы, частей вообще гейм-дела, именно 3D. Чтобы правильно риггинг был, и все такое. Самая трудозатратная, эмоциональная, и все такое. И я просто рисую какие-то концепты, объясняю ей, например, Рита делает. И мне это, ну, как бы, мне это супер помогает. И тут я не вижу какого-то конфликта, потому что я четко знаю, что Рита сделает это сейчас быстрее, лучше, и мне вообще не к чему тут приопираться. Вот. И у нас чисто такая рабочая атмосфера, в том, что там там девушка, там все равно я, как бы, четко как на работе объясняю, там, вот мне нужен вот этот элемент, такой элемент. Там, тут должен быть такой дизайн, кукош, какой кокошник, да, там, такое-то настроение нужно передавать. И она исправляет это все, и когда, как бы, хорошо, в общем, получается слаженная работа. И я никаких конфликтов, противоречий, там, что кто-то претендует на что-то, там, или у меня какая-то чисто творческая ревность появляется. Нет, такого нет. Почему же? Я не понимаю, то есть чем принципиально отличается одно от второго? Потому что у тебя опыта просто больше стало? Наверное, потому что, может быть, опыта стало больше. И я просто уже, как бы, ну, осознаю, что тоже пытаюсь искать баланс. Потаелся, может быть, уже? Да, пытаюсь искать баланс между тем, чтобы делать, там, супер, ну, образно, идеальную, там, игру 10 лет, или, там, делать идеальную игру 5 лет, но с кем-то, да? То есть я пытаюсь уже искать, само собой, и раздумать о том, что, там, сколько-то эта игра заработает. А оплатит ли она на меня эти три года, там, сидения и страдания, так скажем, ну, страдания в позитивном смысле, то есть работа такой же супер жесткой, которая сложнее на 50 тысяч раз, чем работа в офисе, например, ну, когда он мне не сломится, я уверен, просто потому, что тоже сейчас у меня сейчас такой супер инсайт, да, брошу. Сейчас на стадии, как бы, обсуждения с одним инвестором, серьезным очень, как раз там, полностью организование, организация студии целой, вот. И я, например, уже готов очень сильно плотно сотрудничать, допустим, я творческий человек, а это бизнес-партнер, и он решает бизнес-вопросы. И я готов ему отдавать, потому что я понимаю, что мне даже это неинтересно, и если я вижу, что, там, меня все устраивает, более-менее, там, поверхность, то, типа, я готов, как бы, расширяться в том плане, что быть не одним в проекте, да, или, там, в студии, в общем-то, так скажем, но, там, я, допустим, занимаюсь непосредственно всем ядром, там, игры, всем творческим, а вот все остальные вещи, там, если другой человек лучше, само собой разбирается лучше, а, там, в бизнесе, то пусть он это делает, или в маркетинге, пусть он это делает. Хотя, я считаю, то есть, по маркетингу я с многими людьми сколько не общался, мне, ну, часто пишут, в том числе зарубежных, особенно через Твиттер, там, типа, я, там, пиар, чувак, там, там, делаю, там, за проценты, даже маленькие проценты предлагают, там, я все равно смотрю, типа, мне кажется, тот пиар, и, то есть, я постепенно эволюционирую, но до конца, то есть, как бы, я сильно очень расширяться не буду никогда, наверное, просто потому, что пообщавшись с разными людьми сейчас уже, там, из таких топ-менеджментов разных студий, в том числе, там, из эпиков, потому что эпики очень много мне помогают, к этому тоже можно перейти, они, там, по консультациям, там, по бизнес-консультациям или по консультациям, связанным непосредственно с продюсерством проекта, да, там, как правильно, там, релизнуть, все такое, я понимаю, что многие мне указывают на то, что как раз-таки сила моих игр и сила меня как отдельного, там, юнита творческого, да, там, как раз-таки в том, что ты один или, окей, сейчас вас двое, да, на проекте, там, с Ритой, и для многих это становится таким выигрышным фактором, потому что они понимают, что, как бы, вы не будете стопориться как трактор в случае, если большая команда и там начинаются конфликты, ну, даже, допустим, связанные по обсуждению проекта, не конфликтами, там, между людьми, а именно что-то не так, да, допустим, там, пайплайн нарушается, и даже сейчас то, что с тем инвестором, с которым я общался, для них это было большим плюсом, что у нас не 10, а двое, потому что они хотели работать очень, как бы, с плотным творческим коллективом, так скажем. Чтобы планка качества, я так понимаю, да, 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 чтобы вот это не было рассеивания и в продакшене не было рассеивания, и конкретно само производство. Одно дело, да, там, когда у тебя даже 10 человек, объяснить им, что надо делать, это тоже отдельная работа, очень сложная, как бы, и тут есть свои риски, и эти риски, там, не только для тебя, там, ну, и, допустим, опять же, для инвесторов, в том числе, само собой. То есть, если в какой-то момент ты все равно вырастаешь, понимаешь, что игры, само собой, это не просто игрушки, это еще и бизнес, там, и это смесь горючая всего творческого и бизнес-процессов, такие дела. Поэтому 85. Да. Давай вернемся. То есть, вот, закончился механизм, как ты перешел к игре Self-Loss? Да. Ну, собственно, сейчас это такая главная игра, которая вот привлекает внимание. Она, идея игры появлялась очень долгая, потому что после механизма был долгий период, прям так, скажем, как это, реабилитация, да. Я тогда еще в аспирантуру поступил, я должен был работать в лаборатории, а там IT-лаборатория, естественно, не химическая, там, в общем, всякие IT-научные проекты, и там как раз в лаборатории все писали, почти все ребята писали на Unreal, все. И Unity у них, типа, так скажем, не то, что не котировался, даже так на уровне мемов был, типа, Unity говно, а вот он, ух, и я такой пришел, который человек на Unity 4 года сидел, и я такой, блин, пацаны, не вейте меня, вот, типа, что мне делать? И я, хотя меня никто не заставлял, появляясь время от времени всякие проекты, которые на Unity можно было реализовывать, я там даже реализовывал, я помню, я никаких, в принципе, ну, лично я иногда-то никаких не подписывал, там был проект, связанный с тем, один чувак написал в библиотеку, там, даже, как объяснить, в общем, я сделал такую симуляцию потоков медицинских сотрудников в одном крыле больницы, и как они там ходят, это было для презентации какое-то сделано, даже там, там симуляция громкое слово, там, это больше именно, чтобы выглядело, как будто бы, как настоящее, каких-то настоящих процессов там не было, там, такие метеостры, типа, ходят стилизованные, как раз там, меня попросили, потому что они хотели что-то красивое, как правило, естественно, в очень научных лабораториях людей, которые понимают, что такое красивое, немного, ну, как бы, без обид, там, именно очень умные, умы сидят, так скажем, и они технически сильно направлены, да, а я как раз пришел, такой, типа, Unity, они такие, ой, давай сделаем на Unity, это сделано, ну, всякие такие проекты, что-то новое узнать, у меня не было каких-то планов, там, сделать новую игру на Unreal, потому что я уже тогда все прототипы, которые делал, делал на Unity, естественно, все еще, потому что я Unity очень хорошо знал, и прототипов на тот момент у меня было, я не совру, мне кажется, вот с периода, как механизм релизнулся, это был май 2018-го, или типа того, до вот того, как я поступил в Аспирантуру, это было там, ну, август того же 2016-го, то есть за эти 4 месяца, я сделал, мне кажется, около 100 игр, ну, вот просто прототипов, у меня были ситуации, когда я за день делал по 3 прототипа, то есть прям, когда я уже что-то работал, там, естественно, никаких ассетов особо не было, там кубики были, либо там минимальные самые части, и я вот так вот супер-этериировал, итериировал, итериировал, постоянно все экспериментировал, все там в мусорку пошло, один проект, можно сказать, почти дожил до короткометражки Unreal, который потом стал, вот, недавно был, но к этому потом, потом тоже, если спросишь, и, и, попробовав Unreal, очень медленно я в него вкатывался, и в какой-то момент, это было как раз, наверное, ноябрь-декабрь, я такой подумал, и Unreal очень медленно мне учится, после Unity тяжело на блюпринты переходить, в плюсы я не хотел лезть, потому что я уже, я еще когда в мусорсетии учился бакалавриат, и мне плюсы не нравились, вообще все пары с плюсами, мне шарпы кажутся супер-классными, плюсы супер-отстойными, с своими там этими ссылочными типами, вообще вся эта херня, я на блюпринтах писал, и блюпринты мне казались супер-тугодумными, в том плане, что я код на шарпах писал просто в 100 раз быстрее, чем на блюпринтах, и бюрацкие ниточки связывал, там вот эти все классы тоже там пересылал, в общем, мне это казалось дикостью, и был сильный вот этот отторжение, три месяца, когда я плевался просто, говорил, что Unreal это просто параша вообще, короче, по сравнению с Unity, ну это, конечно, ошибочное было мнение, мне очень помогали многие там и ребята из Lab'ы, и товарищи из игровой индустрии, кто с Unreal'ом работал, я в какой-то момент решил, что самый быстрый способ, это не просто там, да, пытаться какие-то, что-то учить, да, а прям делать, попытаться тестовый проект на Unreal'е, чтобы просто понять быстрее, как он там работает, уже профессионально его использовать в Lab'е, ну я так и начал делать, видимо, так и начался софтлос каким-то образом, сначала это было, конечно, не так, и просто я там делал какие-то штучки, капсюли бегают, что-то камеры издалека, в общем, в чем была базовая идея, идея софтлоса, вот когда ты ее делал в виде прототипа. Изначально, ну базовая идея, она так и осталась, у меня опять же, он родился, это было как раз зима, он родился просто, даже не зима была, это было, знаешь, это было 25 декабря, или типа того, и я понял, что я бы следующую игру, мне даже казалось, мне сон приснился такой, в общем, следующая игра должна быть про деда, который на лодке, все, это как бы основная была тема для меня, изначально точка отправления, или там для себя такой референс был визуальный дед Мазай, я даже вспомню с детства, у меня была сказка дед Мазай, ну с артами вообще, еще там советскую, там печать какую-то, и вот там такие классные были арты, я даже не могу найти в гугле, потому что просто какая-то книжка у бабушкина была, когда мне было 4 года, я запомнил на всю жизнь, и почему-то у меня такой же образ появился, и я помню самое смешное, что был корпоратив 31 декабря, в ЭТМО, там ночью, там все уже на подшафе, короче, и в какой-то момент мне так стало, все-таки надоело, я, короче, сел за комп, открыл проект, и у меня там уже был дед, плохо заанимированный, который я блендере делал, еще там несколько дней уже, там пару елочек просто из конусов, и я такой говорю там одному знакомому, Андрей, слушай, я вот хочу сделать лодку, как сделать нахрен лодку в Анриле, чтобы я там садился в лодку, и мы сидели в Новый год делали эту лодку, короче, но суть в том, что мы быстро достаточно сделали, причем там просто показал, ну типа телепортируют там объекты собрали, и в какой-то момент реально еще несколько ребят пришло из-за нашей лабы, и в итоге уже через, не знаю, там 11 часов вечера до Нового года час, там грубо говоря, или типа того, там нас четыре за компом, и мы делаем уже селфлосс, вот этот, короче, еще названия той игры не было, само собой, просто где-то на лодке, он там плавает, и я посмотрел, что людям так почему-то понравилась идея, что этот человечек старый на лодочке, что я подумал, капец, это оно, вот это сейчас оно родилось, и мне надо это делать, продолжать, ну и все, это был такой судьбоносный момент. То есть, по сути, старт был, ну условно там... Просто образ персонажа для меня был, да. Нет, именно по срокам, это январь 2019 года, да, по сути, два с половиной года как раз где-то, да, делается уже. Да, да. Ну, большой срок, да, то есть, те проекты ты условно за год делал, здесь уже два с половиной года, и еще, я так понимаю, все равно не скоро лезис. Не скоро. А в чем отличие этого проекта? Ну, во-первых, сильно сказывал, само собой, пересадка на Unreal, какие-то многие вещи пришлось пытаться прорабатывать заново, там, понимать, и это тоже прибавляет спокойно полгода. Опять же, то, что сам факт, в отличие от тех проектов, я, так скажем, ну, как бы договоренность была, там, с университетом, что я работаю в лаборатории, и фулл-тайм, это фулл-тайм, там, у меня раньше такого не было, я делал проекты, дома сидел, всегда свои, и все, то есть это сильно сказалось, можно сказать, это отсрочило, как бы, если прям говорить так вот откровенно, наверное, сэлф-лосс по-настоящему начал делаться, прям активно, перед началом пандемии, вот, то есть это, это прошло, год назад, да, год назад, я, потому что я договорился, меня очень поняли, там, что я объяснил, что я, как бы, мне тяжело очень психологически сидеть тут, делать проекты, хотя там уже становилось мало проектов внутри университета, там, и делать свой проект, как бы, все там в лабе понимают, что я человек игровой, и мне не очень интересно заниматься тем, что у них, и я супер благодарен бесконечно, там, ребятам из руководства, кто там сидел, что они супер понимающие, они типа, конечно, конечно, там, никак это на спирантуру не повлияет, там, и вообще все такое, то есть на таких договоренностях, на таких договоренностях, что, как бы, я просто дистанционно, там, делаю их проекты, если когда надо, прям конкретно, меня привлекает, а так я могу дома сидеть, там, и делать игру, грубо говоря, вот, и с этого момента у меня началось по-настоящему все это, так что, да, он делается три года, но активная разработка, это год, вот этот последний, и я могу даже сказать, что, когда я понял максимально в плане геймплея, что из себя представляет игра, оформил, так скажем, с иглой, ну, вот прошлое лето, то есть, вот в августе, и то есть я собрал какой-то, так скажем, вертикальный срез, я его увидел, и я такой, да, вот такая игра и будет, как бы. То есть игра в таком милом достаточно стиле, да, про деда, ну, ты думал, какие эмоции она будет вызывать, то есть вот все равно она достаточно такая, как сказать, немного депрессивная, задумчивая, скорее спокойная такая, да, игра, вот, ну, что ты в это вкладывал, или просто вот то, что дед подходит, и вот под деда, ты вот это все окружение и дел графику. Ну, дело под дед, на самом деле, просто как-то, так скажем, так получалось. Образ мира у меня родился тоже достаточно быстро, когда я, естественно, делаю, я понимаю, дед Мазай, и я такой, хочу, что это славянское, это первый был элемент. Потом я такой, просто славянское не хочу, потому что это попсово, да, на самом деле. Мне очень нравится там, Сигур Рос группа, она из Исландии, мне нравятся там звуки Сигур Рос, например, трет реки. Я такой, хочу, чтобы это еще и Исландия была. Я решил, что я как-то совмещу тематические образы, там, Руси и Исландии, и это такой мой фэнтезийный будет мир. Вот. Та еще Дэдстрейнинг вышел, на хайпе был, и, типа, я понял, типа, тема классная, почему-то никто Исландию не использует, а это уникальная вещь вообще на планете-то. И вот так вот это все пошло. Ну и графика, опять же, мне хотелось экспериментировать со стилем, то есть она на самом деле не такая минималистичная, как в Алготике уже, в ней там всякие приемчики, необычные, даже те материалы, которые есть, они на самом деле тоже достаточно сложные, несмотря на то, что они кажутся одноцветными, там, если присмотреться в статичной картинке, то есть там материалы немножко плывут и меняют свои текстуры во времени, даже если, то есть ничего не происходит, там, на камне, например, на траве. Мне хотелось сделать такой образ, динамику в статичной картинке добавить, чтобы, как, такие, их анимированными делают, специально, чтобы эти кругляшки, они крутились. И я как раз тогда, я читал письма Ван Гога, как раз, брату ему своего, здесь такой сборник, да, и меня это так вдохновило, я тоже решил, что я хочу что-то добавить вангоговское в картинку, и я добавил немножко вот как-то что-то шумов текстура. А, я понял. Могу даже так сказать, я вот, наверное, текстура базовая, которая на многих материалах на мне используется, это просто мазки кисти, ну, в фотошопе там, да, для краски. И вот у меня несколько таких кисти, они начинают блендиться во времени, как бы контрастируют друг с другом, и получается такая картинка, как будто она живая. Вот, мне хотелось этого добиться. Ну, собственно, так и получилось. Как давно ты выложил игру в Steam, ну, для сбора вишлистов? Ой, а там дата в Steam не пишется сама, дефолтно? Нет? Ну, мне кажется, мне кажется, это было, ну, это 2000 точно, либо конец 19-го, начало 20-го, вот, мне кажется, это вот там, это где-то там. Может, даже раньше, может быть, это сентябрь 19-го или что-то. Сколько вишлистов ты уже набрал там? В общем, около 12 тысяч. 12 тысяч, ну, круто, круто. Так. И я так могу здесь сказать сравнение, механизм, когда выходил, механизмом было, тоже тут еще важно говорить, вишлисты надо всегда называть за неделю до релиза, потому что в последнюю неделю игра поднимается, и там очень быстро добавятся вишлисты, но на самом деле вишлисты, которые дешевые, как бы, это просто люди, в верхнем списке стима, они просто кликают на него, и вероятность того, что они купят сильно меньше, чем у тех людей, которые были замотивированы и долго в вишлистах их хранят. И вот у механизма был вишлистов перед релизом, за неделю до релиза, может быть, 4-5 тысяч, а у алготики там еще меньше, я даже не помню, какие, но меньше точно, что-то может около 3 тысяч, 2 тысяч. То есть, ты сразу, ну, то есть, ты сейчас понимаешь, что игра коммерчески, ну, потенциально намного успешнее, да? Я думаю, да, просто потому, что у меня прям уже заготовлен сейчас пул определенных маркетинговых действий, которые, опять же, там, не только благодаря личным моим усилиям, но и там, там партнерство, там, и с Эпиками, со всеми остальными ребятами, с кем я знакомился, все эти года, все это выливается в то, что уже быстро мне доступить к тому, что там, так скажем, могут там или там приправить за бесплатно, ну, как бы так скажем, почти всегда за бесплатно, иногда не за бесплатно. Но вот можешь сейчас рассказать, какие действия ты вот на протяжении этого времени делал, чтобы вот пиалить свою игру? Да, я считаю, что самый, ну, во-первых, группа ВКонтакте, я думаю, это самая базовая для СНГ, разработчика, потому что очень важно иметь русскоязычную, да, аудиторию, коровую, потому что, как правило, это будут твои, через какое-то время, это сам твои личные знакомства, это такая, это такие фанаты, которые тебя готовы защищать, и это всегда важно, это в любом бизнес-деле про это всегда будет написано, что вам нужно собирать ядро, прям крепко, которое будет, как бы, с вами на одной волне, и так и получилось, потому что часто бывает на всяких выставках, если я прихожу, я пишу об этом, обязательно 1-2-3 человека из группы, несмотря на то, что там 2 600, но все равно приходят, которые там смогли добраться до выставки такие, блин, наконец-то с тобой вживую увиделся, это всегда суперценно, это всегда важно, то есть они уже, это люди, которые тебе преданы, там, твоему делу, в том числе так же, как и ты, может быть, и всегда это супер приятно, классно общаться с такими людьми, вот, а потом я вышел в Твиттер, и я быстро, значит, в Твиттере начал набирать обороты, просто постить регулярно достаточно гифки, в Твиттере у меня сейчас 5 с чем-то тысяч тоже под фолловеров, а как они, как они набираются, там, эти фолловеры, что-то, просто гифка с, гифка, теги, гифка, теги, там, теги обычно, я вот секретных никаких тегов не использую, недавно была какая-то статья про какие-то там редко используемые, но высоко конвертируемые теги, они, к сожалению, ко мне не подходят, там, вот я помню, что-то, gRPG, потом слово пиксель на японском виде иероглифов, я часто гуглит, тоже само собой не подходит к этой игру, вот, но я обычно использую, типа там, инди-гейм, анрил энджайон, геймдев, ну, такое все, и через Твиттер очень, то есть, самые все влиятельные издатели, не знаю, кто там еще, любые там, Tiny Build, например, они все через Твиттер ко мне обращаются, потому что, такой сразу скажу, инсайт для всех, почти все сейчас издатели просто смотрят на Твиттер и смотрят, как быстро лайки набираются, насколько вирусные посты, и в зависимости от этого решают, будут они вам писать или нет, это прям мне один издатель так и объяснил, потому что для них это уже как бы тестовая площадка, которая смотрит, насколько игра продается или нет, то есть визуально. Это, короче, как CTR-тест, да, то есть, насколько, ну, укликабельна твоя графика. Да, да, все именно так. Круто, давай дальше. Собственно, и в Твиттере, там, через какой-то момент мне написали, там, ребята из Nvidia предложили, типа, демку, давай в GeForce Now, а мы тебя там еще на своем аккаунте пропиарим. Поэтому, поэтому GeForce Now знакомы с Джеффом Кейли, он там их был партнер, или друг кого-то там из менеджеров. Мне Джефф Кейли написал потом про игру, сказал, типа, давай на Game Awards с теми поставим тебя. И, то есть, вот так вот, как бы, сеть контактов очень быстро налаживалась. Там, недавно там, в какой-то момент, я помню, смотрю, и мне начинают лайкать Intel. Я вообще такой, зачем Intel-то это надо? И они написали, они тоже предоставили, там, типа, ваучер, или что-то такое, там, определенную сумму маркетинговую. А ты пропиарил таким образом? В Твиттере там что-то написал? Или что? Нет, еще ничего, это ничего не стоит. Это у них, типа, это у них какой-то внутренний конкурс, где они постоянно ищут индиапроекты и отбирают их там регулярно, там, каждый там месяц или два месяца и просто сами-сами по себе бесплатно пиарят. Вот, там всякие розыгрыши, включают своего имени, устраивают на своей интеловской там платформе, там есть какой-то тоже Intel Games или там, ну, что-то со стримингами тоже связано у них. В общем, всякие такие вещи, и это Твиттер, то есть, естественно, доступ, ну, Твиттер само собой зарубежная аудитория, и, в принципе, это хорошо. Наверное, даже это устраивает, что как раз таки ВКонтакте само собой русскоязычные, там, 2600 человек, в Твиттере почти все там 90% в 5000 это англоязычные, и нет такого пересечения, дурацкая могу более-менее смотреть общий какой-то свой охват. Вот, и Ютуб я тоже начал потом, я быстро понял, что Ютуб это на самом деле непаханное поле для гемдела, на Западе это уже поняли, там много есть Ютубных таких, там уже штук 5 из топовых гемдел-блогеров, у которых там под 100 тысяч подписчиков, для мерок Ютуба блогеров это мало, но для гемдела это очень хорошо. Вот, и я понял, что надо на Ютуб что-то делать, чтобы собирать еще одну аудиторию, которая просто сидит на Ютубе, и так и получилось. На Ютубе ко мне приходили люди, там, где писали люди, которые совсем далеки от игр, в принципе, от понятия инди-игр, то есть, которые там играют, может быть, я не знаю, в Апекс, в Доту, они такие, о, это что еще, игра какая-то? Ну, и это прикольно было, они такие, о, так ты еще и русский, ни хури на себе, вот, и тут такая, то есть, диверсикация происходит. Ну, и, и помимо этого, все не надо забывать про выставки, то есть, на все девгаммы я ездил, там, и тоже какие-то призовые места уже занимал. Ну, вот опять девгаммы, да, а что с зарубежными, ну, какими-то мероприятиями? Ну, во-первых, когда была, пока была пандемия, там, сначала все заклохло, потом я начал делать онлайновые, и онлайновые мне уже не так хотелось, потому что, опять же, если это большая даже выставка, но она становится онлайновой, даже Gamescom, очень высокая вероятность, что там обычных пользователей не будет, там будет опять бизнес литься, и в какой-то момент я понял, когда, типа, мне сейчас не надо этого, это мне сейчас отличие от работы, мне не нужны эти бизнес-контакты, опять созвоны, про то, кто кого может там пропиарить, кто какой издатель, а мне и так они в Твиттере пишут, зачем мне еще куда-то подаваться. Сейчас я надеюсь, что опять выставки начнут, как бы, вочный формат, более-менее, переходить, да, и я буду подаваться уже, податься куда-то. Reddit пытался делать, но за пределы там тредов по Unreal я не выходил, потому что там как бы все, что посвящено движкам, там легко опубликоваться, там нет претензий, ты же делаешь на им движке, типа, там правила очень мягкие, а если пытаться, потому что я знаю часто, что всякие истории такие бывают, успеха, там, как кто-нибудь на Reddit вирусную гифку сделал, да, много продаж или много виш-листов сразу, Reddit все равно своя платформа, там нужно для этого работать, ну, в плане я имею в виду работать на вот достижение, когда вы получаете результат, это не просто, сделал, запустил такое и все полетело. Я пытался там, ну, максимум я набирал там несколько тысяч, может быть, лайков на Reddit, но я не видел, чтобы это сильно конвертировалось, опять потому что эти лайки были из тредов там, посвященных, в общем, от девелоперов, которые, естественно, не заинтересованы, им просто нравится, они там лайкнуты, не знают, что они купят игру, потому что это такие же работяги, как это и сядет делать свои игры. А были ли какие-то действия, которые прямо приводили к резкому скачку? Ну, да, ну, само собой это Game Awards был, то есть у меня там за две недели демка пока была доступна, набралось там, мне кажется, три-четыре тысячи вишлистов, это там в течение месяца. Расскажи поподробнее, как ты туда попал. Да я говорю, никак, в Твиттере Джефф Кейли написал и сказал, у тебя демка есть, и я написал, да, есть, он говорит, игра красивая, мы тебя поставим на Game Awards в отдельный там блок. И там всего было 10 игр, что меня поразило, то есть там были Little Nightmares, как раз выходили вторые, а все остальные тоже, в общем, такие инди-игры не сильно популярны, не такого уровня, как Little Nightmares, да, Little Nightmares все равно, я считаю, когда, это уже такое, ААА Индия, да, там бюджеты по миллионами долларов, тысячи исчисляются, вот, поэтому, для меня это была, конечно, гордость, типа, вау, там было 10 проектов всего, 10 проектов. Круто, это реально очень круто. Так, хорошо, а что еще? В принципе, локально я, то есть по Питеру, там, не знаю, всякие митапы происходят, время от времени, я стараюсь, время от времени-то появляться, потому что, опять же, это шанс встретиться с людьми, которые тебя по сети видели, там, да, и там, вживую. И все равно, апреля на сарафанное радио генерирует, то есть достаточно часто, там, на мероприятиях, там, куда-нибудь подходит, какой-нибудь, там, автор какого-нибудь учебного проекта, да, там, сейчас популярны всякие онлайн-школы, там, оффлайн-школы, посвященные гейм-деву, и часто нам говорят, а можешь прийти рассказать, там, про арт, например, как ты делаешь арт, туда-то, туда-то, там, не знаю, там, вот этот сарафанное радио, он генерирует такое, что потом там тоже пишет тебе, там, XYZ, типа, иди нам гостевую, я как раз проводил, Кирилл Заловкин попросил, там, с ним хорошие друзья, и он, как бы, у него курс по продюсированию был, и там тоже, как бы, написая из XYZ, как бы, присоединиться, и на чисто одну лекцию прочитать, пару гейм-дев, в рамках этого курса, там, не знаю, скиллбоксы, там, вот, то есть, и это постоянно такие вещи. То есть, если резюмировать, да, то получается, сначала базово нужно иметь красивую идею игры, цепляющую взгляд, какую-то вот такую, ну, с классным визуалом, дальше ты делал системные действия, это постоянно постил в Твиттер, в ВКонтакте, делал видосики регулярно, и это уже тебя приводило к каким-то резким скачкам, неожиданным, там, встречам, там, и так далее. Ну, с одной стороны, неожиданным, да, то есть, непредсказуемым, но с другой стороны, ты, типа, над этим постоянно работал, где-то приносит какие-то, ну, необычные штуки, которые, там, резко тебя продвигали. Как ты с Эпиками, ну, короче, как ты получил грант от Эпиков, расскажи. Ну, история шла, долгая история, началось все с того конкурса от Disgusting Man, и от Эпиков, у них совместная была партнерка, да, и там было очень много проектов, подалось на Unreal, это был первый раз, потому что этот конкурс, насколько я знаю, проводился уже там несколько раз, вот тогда он только первый раз был, подалось там 300, или типа того, проектов, ну, я сейчас с Selfloss тоже подал, и там, он шел год почти, и был Девгам Минск, как раз, 2019 или 2020, не помню, в общем, как раз я туда ездил, и там Selfloss попал в топ-5 проектов, ну, как бы там 5 призовых, типа, мест было, так скажем, и помимо там того, что всякие дополнительные там приколюхи были выводить там уникальных там лицензий, типа кастомных для движка, там долго рассказывали, тоже маркетинг, я помню, всякая фигня, в общем, я даже не вспомню, честно говоря, там было такое, что тебе предоставлялась консультация с ребятами из Epic, которые непосредственно занимаются отбором заявок, чтобы они тебе сразу подсказали, как лучше оформить, чтобы в те не прикопались там, или на какие вещи, ну, в общем, как сделать так, чтобы это скорее, выше шансы были, получить грант. Прикольно. Вот, и я действительно позвонился, созвонился с чуваком из Германии, вот, и в Twitter, он, кстати, у меня есть там контакт, и он мне рассказал все эти, и какие-то основные пункты, которые стоит обратить внимание, в заявке, и я про них, если что, если кому-то интересно, у меня видео на YouTube-канале есть, там я, в общем-то, как бы я ничего не скрыл, там все, что я сказал, это все и было. Давай мы ссылочку в описании. Да, 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 вот, как бы интересно было, что одно из основных таких прикольных штук, опять, это к разговору нашему о том, что там соло-разработки, он сказал обязательно, говорит, что ты соло-разработчик, что ты делал все сам, это большой плюс для них. Типа они тогда, для них, и я дальше тут скажу, потому что я уже с Эпиками много общаюсь, для них в целом понятие, что это маленький человек, ну, я, да, так обычный, маленький человек, там, делает игру, там, долго, усердно, и там, на их движке, для них это определенная сексесс-стория, которую они готовы пиарить, вот, и сейчас, когда с Эпиками, вот последняя новость была, они все-таки написали мне по поводу Эпик Геймстора, ну, ты, я знаю, ты сейчас захочешь узнать еще про это тоже, потому что, как бы, они сказали, типа, для нас это классно, и они там сказали, что мы сделаем тебе фичер, и это классно, что ты именно такой, типа, особенно это имиджевая история, чувак делал что-то на Юнити, перешел на Unreal и стал там успешен, ну, как бы, они хотят, естественно, это пропагандировать, это для них свой имиджевый, имиджевая история, по сути, да, 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 и, как бы, естественно, они в этом всем такой преследуют какие-то такие цели, естественно, понятно, ну, и мне эти сайты помогли, я заполнил просто заявку по обычной ссылке, которая публичная, там, на сайте Эпиков доступна, то есть никаких-то там специальных ссылок у меня не было, и, ну, отправил заявку, заявку долго отсматривалась, почти 8 месяцев, я тременно-тременно даже им писал, потому что думал, типа, может быть, они потеряли ее, типа того, не знаю, забыли вообще, ну, и нет, и однажды просто утром я просыпаюсь и приходит на письмо на почту, что поздравляем, в общем, вам все одобрено, и все. А, и все, да? Да, ну, сумма, да, ну, там, давайте свяжемся, там, для дальнейших, там, передачи, там, средств, скажем, вот, но сумма, я сразу скажу, она, она внушительная в плане предыдущих моих релизов, но они не сумасшедшие, это сумма не сумасшедшая, то есть, это не миллионы долларов, это даже не сотни тысяч долларов, сразу скажу, такие суммы, как я поговорил, так могу сразу сказать, в принципе, лимит на игры, если это делать небольшая команда даже, лимит на игры, почти всегда сейчас у эпиков, это максимум, что вы можете получить 50 тысяч долларов, ну, то есть, это прям предел. Все остальное требует, либо у вас условия такое, либо у вас мультиплеер игра, и вы четко обосновываете, что вам нужно сервера, оплачивать, в общем, инфраструктуру, вот, то есть, что-то такое, либо у вас очень сложное техническое решение, может быть, у вас какая-то, не знаю, игра сложная под ИАР, под камеры, либо у вас технологическое решение, то есть, там, опять же, что-то там, как вот камера на Мандалорце, да, то есть, они в первую, им игры, так скажем, в кавычках, ну, уже не настолько даже интересно спонсировать, и даже больше, такой, скажу, инсайт, вот, насколько я знаю, пока что даже программа на следующий год не анонсирована, по грантам, по крайней мере, по играм связаны, ну, точнее, не то, что следующий год, она не по годам идет, она там идет по, вот, этим частям денег, так скажем, сколько там было выделено, вот, я не помню, выделяют, то ли 150 миллионов, да, или что-то такое, не помню, что писали, вот, как только они пойдут к концу, пока неизвестно, будет ли опять продолжаться эта вещь, поэтому, такой мой совет сразу, все, кто хотел бы даться на эпигрант, лучше делать это в ближайшее время, во всякий случай, вот, это мне сообщили недавно совсем, ну, и так что с играми, то есть не надо думать, что если вы подойдете на игру, там, заработать миллион долларов, и вообще нахрен вам игру выпускает, нет, такого не будет, там суммы, ну, совершенно скромные в планах, в рамках гемдев индустрии, так скажем, само собой. Какие-то обязательства ты на себя берешь при этом? Вообще никаких обязательств нет, они даже, сами эти постоянно пишут, что, как бы, им пофиг, на самом деле даже на что-то потратишь, обязательства появляются, если сумма становится действительно большая, то есть больше 50, они, насколько я знаю, там есть мейлстоуны, то есть которые, то есть там сумма не вся переводится, переводится по достижению мейлстоунов, но опять же это актуально для технических проектов на Unreal, а не игровых больше все-таки, когда они хотят тоже участвовать в этом, естественно, там, смотреть, как это все продвигается. Игры они просто дают, и типа делай дальше. Получается, ты выиграл грант, получил деньги, а еще как-то это тебе помогло, там, виш-листы прибавил, где-то тиража стилю. Я больше скажу, насколько действительно понравилась моя игра сама, как бы, сколько мне дала эта игра сама, непосредственно сама по себе, или сколько дал грант, там основной бонус в том, что когда тебе грант высылает, они тебя спрашивают, типа, слушай, а хочешь мы тебя разместим, у них своя есть внутренняя база у эпиков, как бы база контактов со всеми там, ну, с разными людьми из индустрии, типа того. И они там, в том числе и издатели там, и инвесторы, и все на свете. И они как бы спрашивают решение, типа, разместить тебя там, чтобы к тебе могли обращаться. То есть мы же, они как бы выступают вроде для такого модератора, уже некого, да, между тобой и остальной индустрией. И естественно, то есть я считаю, всем надо соглашаться, это ничего опять вас не обязывает, вы просто даете разрешение, что про вас будут, они могут рассылать в своих письмах. И так и было, то есть многие там, вот Intel, я так думаю, Intel через них нашли меня, и они там, те люди, кто в твиттере писали, там тоже это многие, потому что по наводке эпиков это было. И вот эта штука, это самое, мне кажется, полезное, потому что я заметил, как резко интерес повысился, в принципе, со стороны игроков индустрии. Там на меня начали подписываться всякие известные разработчики, там в принципе там, не знаю, Hello Games, которые No Man's Sky делают, подписаясь твиттерами. Я что-то думал, типа они, наверное, хотят мне оффер предложить, на работу позвать, типа делать там DLC для No Man's Sky. Ну нет, ничего не пишут, ну ладно, это все в таком духе, то есть такие ребята там, иногда комментарии, какие-то известные ребята пишут. Вот. Слушай, вот смотри, у тебя игра получила много, ну, как сказать, отличительных каких-то штук, да, и это реально уже прикольная история, которую можно рассказывать. Не думал ты попробовать найти какого-то, не знаю, пиарщика, какого-то, знаешь, вот того, кто мог бы эту тему продвигать, именно делать из твоей игры какой-то вот success story, там, делать статьи, фигарить, вот что-то такое, мне кажется, это могло бы склеить. Ну да, ну, собственно, я над этим сейчас и работаю, чтобы найти что-то такое. Нет, я думаю, если все сложится, там, хорошо, с бизнеса частью, всей моей многоходовочки, то это будет либо какое-то маркетинговое агентство, либо, ну, в общем, маркетинговые ребята из геймдела какие-то, то есть это уже будем разбираться. Потому что сейчас я на стадии, когда я трансформируюсь именно как бы из такого чувака, который делает игры, в студию, из двух чуваков, которые делают игры, то есть там появятся всякие такие вещи. Само собой план такой, я даже больше скажу, стороны эпиков, как бы они мне это тоже самое говорят, типа давай-ка вот это все так вот сделаем, закрутим в чисто, ну, в имиджевую какую-то историю, вот что ты, человек, дел, вот такая игра прошла, и все такое, саксесс-стория, как ты говоришь вообще. Ну, только объясни, то есть ты с ними сейчас постоянно на контакте, у тебя есть какое-то контактное лицо, типа продюсер какой-то, который у тебя там периодически трек, ну, трек. Да, ну, можно сказать и так, да, есть типа продюсера, да, и как бы... Ты можешь им написать и что-то спросить, типа, а вы можете меня зафичерить там на главной эпиков, если я там выпущу капреля? Ну да, могу, могу, да, но, к счастью, как бы там, можно понять, уже эпик геймс большая компания, там, 5000 человек работает, грубо говоря, если говорить не в движковых, а там в плане маркетинга, менеджмента, там, с ума сойти, сколько людей, и они так и иначе, они сами все равно пишут, и вот я только вчера, у меня был звонок как раз-таки, это внезапно, потому что я когда-то дал сеногран, там есть поле, хочешь на эпик геймстор, или не хочешь, я поставил, конечно, хочу, мне интересно хотя бы попробовать, что там напишется, мне написали отказ, типа, нет, не подходит, тогда, хотя грант дали, но, типа, эпик геймстор нет, и вчера, они позвонили мне, двое ребят, с которыми я не общаюсь, причем, то есть, важно понять, они настолько в мире разделены, расстояниями, видимо, контактами, что, в общем, левые чуваки не пишут, как бы, которые из эпиков, там, которыми я в жизни не общался, они как раз, они называются, ну, типа, developer relations, что-то такое, да, и они говорят, типа, мы когда твою игру оценивали, на самом деле, типа, она нам понравилась, а вот это меня супер поразило, типа, у них там команда, то есть, важно, когда оценивают заявку, оценивает не один человек, там итерации, и там все выше, выше, выше поднимается до кона, там, тоже определенного продюсера, из эпиков, и он говорит, мы когда играли, типа, твоя игра получила, ну, типа, из опыта их, которая получила одобрение, просто вообще почти от каждого человека, то есть, супер, всем понравилось, и мы вот сейчас решили, что, типа, давай тебя на Epic Game Store, и игру твоей девушке, которая, потому что мы смотрим, вы в Твиттере вроде там постоянно, типа, вместе наши посты контактятся, тоже ее, я, типа, такой, надо что-то говорить, нет, не надо, все, заявку сейчас заполняем, вообще, то есть, это вообще на словах все делается, и они как раз-таки объяснили тоже, что мы, короче, подготовим там фичер, сами страницу правильно себе оформим, статью перед релизом игры сделаем, там всякие посты везде напишем, ну, и все, то есть, это вот так вот решается. Но у тебя какой-то эксклюзив будет, да, на Epic? Нет, нет, они ничего не, они сказали, нет, ты выйдешь везде, где хочешь, это никак тебя не обязывает, ну, то есть, эксклюзивы, то есть, как вот обычно бывает там с другими играми, насколько я знаю, но там эксклюзивность, они как бы платят за эксклюзивность, насколько я понимаю, нет, мне ничего не привезли, сказали, типа, нет, ты выходи на стиме, как хотел, просто выходишь, и на Epic Game Story еще, и все. Круто, круто. Смотри, еще я начинаю понимать, что успех на стиме, это какие-то вот, как сказать, итерационные компании, да, которые позволяют тебе вот набирать все больше и больше листов, ну, компаний или действий, да, да, рассматриваешь ли ты вариант пойти на кикстартер, да, и, ну, возможно, даже не столько, сколько денег собрать, да, я так понимаю, что все равно, тебе хватит денег, чтобы закончить, вести до ума, но вот собрать аудиторию за счет своего красивого визуала, за счет красивой истории, кучи упоминаний, мне кажется, это супер красивая история, вот, и черная книга, там, ну, 60 тысяч. Да, я знаю, Black Book, ну, то есть, у тебя, мне кажется, тоже может быть еще одна ступенька к твоей success story, да, которую ты там можешь еще потом, ну, использовать. Понял, понял, ну, подумал об этом сейчас, я тоже согласен, что собирать на кикстартере чисто ради денег уже сейчас неактуально, там, и все, есть уже конкуренция, по факту сейчас в кикстартере, чтобы раскрутиться в кикстартере, кстати, как бы так, на слуху через кикстартер, надо вкладывать деньги туда, то есть, это тоже свой бизнес-план, свой маркетинговый план, заплатить там, заплатить там, то есть, то есть, сейчас кикстартер не про зарабатывание денег, это само собой, там, если только это какие-то несключительные случаи, которые там миллионы долларов собирают, я согласен, да, наверное, надо будет попробовать, но опять же, сейчас я вот на таком стадии, когда я пересоберусь, и у меня появятся люди, конкретно с которыми я буду, как бы, продюсеры непосредственно появятся, от, как бы, аффилированные с эпиками, и мы вот в официальную должность, так скажем, вступим. Сейчас у тебя нет ощущения, что, типа, у тебя дофига возможностей, и ты такой не знаешь, за что хвататься. Есть, есть, я даже больше, я сейчас чувствую, что именно как порог просто индивидуума, ну, именно индивидуального человека, физического лица, который делает игру, у меня, я уже на высоком пороге, и вот то, куда я могу достать, уже, типа, все, лимит, дальше только делается все через деньги, ну, к сожалению, не к счастью, то есть, до каких-то массового, там, быстрого захвата, аудитория, это сейчас уже только через деньги, ну, собственно, я, опять же, как все решится с инвестором, опять же, это еще все не точно, и там, я там особо, там, какие-то много вещей не могу рассказывать, и если все будет хорошо, то это будет уже вместе с инвестором решаться, куда, что, куда заносить, чтобы стать популярным, так что, ну, по-другому не делать сейчас. Смотри, давай, у нас достаточно уже много по времени получилось, но очень интересно, очень прикольно, давай сейчас еще вот последнюю такую тему большую затронем, это поиск издателя, вообще, насколько для тебя это актуально, я знаю, что ты с Дедликом созванивался, да, с интертеймент, ну, вот расскажи побольше. Я, на самом деле, не против издателей, это такой, есть такой локальный миф, будто бы я соло-разработчик, который не найдет издателей, на самом деле, такое было время-то время, но это связано просто только с тем, что на всяких выставках, типа, White Nights at Deal Gamma, часто достаточно много издателей, маленьких совсем подходит, это какие-то неизвестные издатели из Китая, которые, ну, и тоже, в какой-то момент ты начинаешь вставать от этого, просто такой, нет, меня не интересует, отстаньте там, только даже бывает матом, вот, потому что я все равно ничего не понимает, по-дам русски, английски, да, и, но, какой-то интересный большой издатель, мне, естественно, интересен, и сейчас, с издателем, я общался, опять же, да, с Deed Alicami, Versus Evil, Ивана Purna, Сanapurna, вообще, интересно, целая долгая беседа была, со всеми, я имею с ними, уже созванивался, то есть, не просто переписка, со всеми я притормозил, до, вот, опять же, стадии, когда я четко пойму, что на моей стороне со студией, там все решается, я как бы понимаю, и тоже, все равно, условия с издателем меняются, когда у тебя есть инвестор, всегда это, это разные немножко уже становятся категории отношений и бизнес-отношений, в целом, я бы сказал, что, я не против издателей, как, как раз-таки, инструмента, там, портировать, и посоветовать маркетинговое агентство, хотя, обычно издатель тоже просто же идет к другому маркетинговому агентству, маленькие издатели что-то сами реально пиарят тебя где-то, они просто нанимают и оплачивают стоимость там процентов этих, но, к сожалению, то, как я пообщался там с ребятами, кто издавался, с издателем, в том числе, например, с Deidale, вот, впечатления скорее негативные, то есть, очень часто они там халатно относятся, сейчас тоже важно понимать, многие издатели, про это еще Алексан Чепорчик говорил в каком-то видео, многие издатели в своем моральном таком состоянии устарели, и они думают, что типа, мы там кинем денег там неделю до релиза, и типа все бахнет, короче, и все будут играть, естественно, нет, потому что все со всеми конкурируют сейчас там, и там игры нахлируются с Нетфликсом, и я не знаю, да совсем на сети я имею в виду, потому что медиа очень много, и оно все быстрое, время ускоряется и так далее, и я бы сейчас хотел издателям, которые просто за максимально низкие проценты, может быть неизвестные, просто сделают порты, потому что он умеет уже это делать, и если там он готов предоставить, прям какой-то рекомендует какой-то маркетинговый агентство, тоже там вложиться в это маркетинговое агентство, чтобы они там пропиарили, чисто непосредственно к релизу, там допустим, игры, да, вот, а в целом, как самостоятельно, какие-то такие долгие отношения, я что-то не вижу смысла, потому что этот процент, они берутся сумасшедшие, и как правило, издательские деньги, да, это очень дорогие деньги, многие большие издатели, типа там, напорно, опять же, да и далеки, важно понимать, многие там, разработчики обсуждают, типа, ой, там они мне предложили 50 на 50 процентов, это типа много там, ну да, вот это всякое такое, а там проценты, важно понимать, там 70 на 20, 70 на 30 не в твою пользу, и это еще там всякими рекупами, то есть ты еще и деньги должен вернуть, сначала там отбить сумму, потом ты начинаешь возвращать проценты, то есть большие издатели забирают огромную часть денег, просто до 90 процентов вообще всей прибыли, которая у вас будет за игру, важно это понимать, и тут важно ситуацию ставить так, то есть ты идешь с большим издателем, потому что тебе важно имя, ты хочешь быть на Википедии, там рядом с Джорни и с Эдит Финчем стоять, или ты просто думаешь, что почему-то ты много заработаешь, потому что если у тебя, ты готов такими деньгами жертвовать, может быть, имеет смысл, я не знаю, просто кредит взять, нанять точно так же маркетинговое агентство и маленького издателя на платформе, и ты заработаешь больше, то есть вот это важно тебе балансировать. Вопрос, если они забирают 90% прибыли, сделают ли они в 10 раз больше результата? Да, 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 то есть и мне, нефигайте, что было классно с доедальниками, причем респект им, это один из многих издателей, который цифры называл, то есть многие издатели говорят, типа, ой, мы не можем, хотя это неправда, вообще во всех случаях издатель имеет право говорить про цифры, потому что, типа, у них эта админка есть, и никто, как правило, не подписывается разработчику, какие-то там контракты, что они кому-то не могут рассказывать свои цифры, да, там же, как правило, тоже издатели, это акционерное общество, и все в таком духе, все это можно, и они называли мне продажи, там, всяких их успешных игр, то есть, которые инди, естественно, игры, которые более-менее, там, ну, не сильно близки ко мне, ну, там, скажем так, адвенчуры, там, только там от первого лица какая-то была. Схожего уровня. Схожего уровня восприятия для, да, восприятия для игрока, то есть, это там, не монетизация, это не фри-то-плей, это не что-то такое, там, не стратегия. Какой порядок цифр у них? 500-750 тысяч долларов. Это на успешных играх, и это просто без всяких процентов еще, то есть, это все суммарно. Ну, понятно, да. И это еще, это даже не только один Steam, это, это точно, вот меня называли, это без свеча было, там, несколько играми называли, но это был Xbox, и мне кажется, даже это было еще и плюс PlayStation, то есть, считай, три платформы, 500-750 тысяч, и это без процентов. вот раздели на три, раздели на три, да, то есть, по 250 на каждой платформе. Да, они берут Recoup, Recoup, почти всегда на любой современной инди-игре Recoup может достигать, ну, в среднем, там, 80-100 тысяч долларов, потому что это портирование на все платформы, плюс локализация, плюс там, QA, плюс там, маркетинговый агент, это выходит всегда столько. И, то есть, это еще, считайте, минус 100 тысяч от этих, там, и минус процента издателя, и минус процента Steam, и это выходит то же самое, что зарабатывал там, или любой зарабатывал. Да, 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 то есть, выходят суммы, даже если больше, не такие, чтобы потом всю жизнь отдавать проценты за эту игру. Ну, да, да, то есть, надо снять розовые очки, и не надеяться на то, что кто-то из тебя сделает результат. Как правило, сейчас все издатели, смотрите, то есть, не читавшись всяких историй, самое главное, что издатели очень быстро начинают понимать, там, через день после релиза, он уже видит, это провал или не провал. В современном гемдев мире, это, чтобы стать не провалом, в глазах издателя, надо охереть, как постараться. То есть, это, вы должны, вы уже почувствуете, что вы миллиардер в первый день релиза. Если вы это не чувствуете, значит, все факт ап, как говорится, для издателя. И он быстро, и он тут же перестанет вкладывать деньги в маркетинг с первого дня, он только видит, что это ничего не вернется, вы поедете на помойку без всяких прав, но без своих процентов, короче, так скажем. Тут надо точно, тоже четко это иметь в виду, когда вы подписываете, особенно с крупным известным издателем, даже Индюковым, то есть, что он будет вкладывать бабки, только если видит, что вы как ОМОН-касса выстреливаете в первый день. Вот если вы увидите, ого, это что, 100 тысяч копий в первый день, он вас вложит миллиард баксов, может быть в рекламу, но 100 тысяч копий в первый день сделать, ну типа, шанс один из миллиона, скажем. Да, маловероятно. Так что, в голове. То есть, в какой-то степени ты вместо издателя ищешь инвестора. Тоже можешь в двух словах рассказать, на каких условиях примерно ты ищешь инвестора, мало ли может кто заинтересуется. Ой, слушай, условия там, на самом деле, если четко разбираться, там условия настолько идти, милатые и сложные, вот так вот просто нельзя сказать. В целом, инвестор... Упрощенно. Суть. Инвестор просто вкладывается в себя деньгами, помогает тебе всякими связями, и за это, как бы, он становится твоим, как это, ну, шерохолдером твоей компании. И то есть, это означает, там, это может включать и права, может и не включать права, там, разные типы этих всяких сделок. Но суть в том, что, как бы, цель у инвестора вся такая, что ты выпустишь игру, она станет популярной, и инвестор, естественно, тоже, получается, приумножит свои деньги, которые были вложены в эту игру, просто потому, что зарегистрирована так юридически, да, часть компании. И в случае, если захочешь уйти от них, они просто, как бы, ну, они дадут тебе твои, там, не знаю, они либо, либо наоборот скажут, мы просто продадим, пока мы свою часть не продадим, ты не можешь никуда уйти, либо наоборот, попросят тебя выкупить их счастье, они все равно приобретают деньги. Ну, то есть, такие штуки. А тебе, тебе это зачем? Я пытаюсь уже понять. Я могу четко объяснить, зачем мне сейчас инвестор. Началось с того, что, как раз таки, я вот в Epic написал, хочу релокейтнуться из России и заниматься играми. И так вот меня связали с этими инвесторами. Вот, все. То есть, это начал был такой истории положен. Все остальное уже там, по поводу денег и так далее, это уж потом притянулось. Потому что инвесторам интереснее, просто делать релокейты ради шейра компании, они же там, контакты, это уже, важно понимать, там, большие организации. И надо тоже вкладывать деньги. Потому что это их, как бы, рабочий цикл такой. Но тебе это чисто для жизни надо, да? Ты просто хочешь жить в других условиях, в другой стране. Или это для игры тебе зачем-то надо? Ну, на игру это тоже повлияет, само собой. Я бы, я, например, даже какие-то вещи в духе совсем даже банальные. Там, есть набор инструментов музыкальных, там, плагин, которые стоят, там, 500 баксов, там, инструментальные, там, записаны вживые, там, всякие там, харпы, не знаю, по-русски. Короче, викингские всякие инструменты. И мне вот просто так сейчас 500 баксов за музыкальные инструменты стрёмно вкладывать, грубо говоря. Ну, типа, блин, ладно, переживу без этого. А так будут деньги, я не буду в таких вещах, в каких-то мелочах думать. Но я опять же молчу про то, что там, можно будет, раз так иногда начать вкладывать деньги непосредственно в маркетинговые вещи, а не просто пытаться везде системно поститься, так скажем. Или там, сейчас в конференциях, опять же, там тоже с инвестором обсуждается о том, что там сразу резервируются суммы на выставки, в том числе, куда-то вы поехали, на большую конференцию. Что же это, это не маленькие деньги, даже я молчу про билеты, визы, все такое. В США попробуй, сьетай. И так далее. Ну, то есть, это, я бы сказал, что инвестор, это принципиально, это, как мне объяснили, я рад, что мне это объяснили. То есть, я рад из эпиков. Это тот момент, когда ты решаешь, ты либо дома сидишь, делаешь, да, вот, снимаю я квартиру в Питере, ты либо дома снимаешь квартиру, делаешь игру, надеешься, что что-то сейчас выстрелит внезапно, ну, много там каких-то можно придумать названий, как вот такая ошибка выжившего станешь. Либо ты собираешься сейчас а также систематически подходить к тому, что ты развиваешь свою студию и уже вдумчиво ты идешь к там финансовому успеху, а не более контролируемый успех. Да, да, к такому контролируемому. Ну, типа, ты либо серьезно становишься, ты превращаешь по факту, превращаешь свое хобби с бабками в индустрию с бабками, да, либо нет. И мне это четко объяснили, дали понятие, я подумал, что я в принципе ничего не теряю, я только все приобретаю. И решил, что, конечно, да, вот так это все и завязалось. Круто, круто. Так, хорошо, а когда игра, когда ты планируешь выпустить игру? Хотя бы примерно. Да, я, смотри, тут такая ситуация тоже. Я думаю, она закончится, то есть, она как производство, да, сам продакшн, закончится в ноябре, где-то так, вот этого, ну, этого, естественно, года. Но релиз ее я могу откладывать, потому что хочется выбрать удачный, максимальный сезон. Я поговорил с доедаликами, они там дали свою ту журналитику по адвенчурам, сказали, осенью очень плохо для адвенчур. Ну, это и так всем известно, там всегда ААА выходит, и в целом этот сезон других развлечений, там кино всякое дорогое выходит, и ААА игрушечки. Поэтому я думаю, что высокая вероятность того, что я сделаю игру в ноябре, и выпущу ее уже после Нового года, по какому-то там сезоне, весенне, зимне-весеннем. Я думаю, это будет... Сейчас это наиболее вероятный такой вот путь. Круто. Ну, давай заключительный вопрос. Какие советы ты дашь начинающим разработчикам, имея тот опыт, тот багаж, который у тебя сейчас есть, чтобы они пришли к релизу своей такой крутой игры? Блин, так можно многого сказать. Я думаю, что самое такое прям важное, концептуально. Как можно быстрее своим проектом идти в любую публичность. То есть, это выставка, либо даже если вам онлайн, подавайте там на шоу-кейс, не знаю, сходите на мероприятия, какой-нибудь там типа митапа. На многих митапах, когда очно проходит, там вот у нас ребята в Питере приносят там тоже свои ноутбуки, просто в баре показывают игру, и много людей там, там по 100 человек бывает, за день проходит, играет игру, тоже это классно. И тут самое важное, что вам нужно как можно быстрее снять себе розовые очки, понять почему, где ваша игра слабая, где она сильная. Как бы вот эту всю критику конструктивно принять и быть честным с собой. То есть, я вот сейчас, если бы я сейчас с нынешним созданием вернулся там к механизму колготики, то есть, я бы там обосрал 70% игр обоих. Я бы сказал, это говно, говно так вообще никто не делает. И вот нужно себя перерасти, и как можно быстрее, я бы сказал, очень критиковать свои игры, я бы так сказал. Нужно научиться, то есть, не надо там думать, что она просто уникальная у вас, или она у вас классная. И это достигается лучше всего, конечно, незнакомыми людьми, которые поиграют в вашу игру, и скажут, то есть, я бы сказал, как можно быстрее, да, игру публике показать. То есть, и это, то есть, важно, то есть, не гифки красивые, не скриншоты, дать поиграть. Вот это важно, дать поиграть. То есть, это такой самый будет, это сет, который просто у вас, все остальные советы уже не так будут важны, вы остальное все подцепите быстро, провереннее. Вот, я бы так сказал. Круто, круто. Спасибо большое, Александр. Да, Очень содержательно, очень интересно. Я бы еще сказал, тут как в хорошей игре, знаешь, кривая интереса, так потихонечку, потихонечку, потихонечку шла, и в конце прям у нас вообще бомбануло, было очень интересно. Все, давай, желаю, чтобы у тебя с инвестором срослось, да, чтобы ты выпустил игру, и реально там, ну, десятикратно превзошел, ну, минимум, десятикратно превзошел свой результат. Да, класс, спасибо. Все, пока, ребята. Давай, пока. Пока.